Вольная борьба Вольная борьба Вечером нас ждут финальные поединки веса до 57, 61, до 70, 74, 86 и 97 килограммов. За всем происходящим вместе с вами будем наблюдать мы, Власий Сергеев и судья международной категории Семен Сергеевич Акаемов. Добрый день, дорогие земляки. Сегодня мы приветствуем вас по стадиону Алим. Седьмые спортивные летние игры. Вольная борьба. Ну, сейчас идут утешительные встречи. На экране вот сейчас борются Никита Васильев и Пимов. Пока счет 1-1. Последний балл, по-моему, взял Никита Васильев. Он представляет сегодня команду Таттинского областа, где он там живет и работает. И сейчас, по-моему, первый период только у них начался. Ну, скоро закончится. И сейчас очень, ну, равная борьба идет. Чуть-чуть дергаются, друг друга дергают, дергают, но никак не могут провести такой, ну, скажем, хороший прием, который бы показал того или иного преимущества. Но пока еще такого большого преимущества мы не видим. Оба борются в одинаковом стиле. И вот судья призывает их, как бороться более-менее активно и с приемами. Но, ну, скажем, видимо, очень рамные, друг друга знают, лишний раз не хотят попасть в опасное положение. Завершается первая трехминутка. Счет у нас 1-1. И ведет у нас Никита Васильев. Ну, и сегодня еще давайте проанонсируем у нас утешительные предварительные схватки. Мы посмотрим в прямом эфире, предположительно, у нас следует, ну, если верить в программе, да, если все у нас пойдет по программе. В 15.30, до 15.30 мы будем смотреть утешительные предварительные поединки. А затем нас ждет не менее интересное соревнование по легкой атлетике, а именно эстафетой. И мы также покажем данные соревнования. И вечером в 18.00 мы начнем просмотр финальных поединков в следующих весах, которые мы уже озвучили. Итак, дорогие друзья, у нас стартовал второй период. Напомним, что счет у нас равный. 1-1, но ведет у нас Никита Васильев, так как последний балл взял именно он. Никита Васильев представляет команду Татинского Улуса. Что касается Прокопия Ефимова, он защищает цвета Момского Улуса. Да, сейчас, ну, скажем, равная борьба идет, но, конечно, кто-то из них должен выиграть. И это будет борьба рамная, очень хорошая борьбу должен показать для того, чтобы выиграть. И будет он бороться, выигрыши будет бороться за третье место спартакановой медали этой весовой категории. Ну, все знаете, каждой весовой категории разыгрываются два бронзовых медали, два места. И это полноценные такие дорогодорно стоящие очки для общей копилки своих районов команд. Поэтому ответственная эта встреча. Но сегодня, надо сказать, наши борцы, вот, скажем, некоторые ребята уже давно, некоторые недавно закончили активное занятие борьбой. Но в связи с началом этих спортивных игр, они прошли определенную подготовку, чтобы на сегодня отмечать на требованиях вот такого уровня соревнований. Поэтому, ну, и в прошлом они занимались борьбой очень тщательно, скажем, круглогодично тренировались основные ребята. И сейчас, ну, в связи с возрастом и так далее, у всех не такая подготовка, конечно. Поэтому любители борьбы, о-о-о-о, вот это. Ничего не дался, да, успел встать вовремя, повернуться лицом сопернику. И не отдал, чуть-чуть было он, Васильев. Но сейчас посмотрим, на того власть, это говорят, 1-2, и пилот ведет прокопий. Да, действительно, сейчас мы в сегодняшнем соревновательном дне увидим ряд очень опытных спортсменов, которые специально вернулись, да, к активным выступлениям ради, конечно, вот седьмых спортивных игр народов республики. Ну, а сейчас, как мы уже сказали, борцы ведут осватки за право бороться в розовом финале. На кону действительно стоит очень многое. Вот и пилот снова переводит портер, и снова он в атакующем плане. И сейчас уже прокопы уже имеют 2-4, но это уже много. 4-1, и времени остается, да, меньше 15 секунд, если быть точнее, то 11 секунд. И давайте посмотрим, что сможет сделать Никита Васильев, что он предложит в оставшееся время. Ну, времени практически не остается, да, ну, Ефимов отдает один балл, и время у нас завершается. И со счетом 2-4 побеждает представитель Момского Улуса Прокопий Ефимов. Поздравляем мы его. И таким образом Прокопий будет, да, оспаривать педаль. Пронзового отлива. Вот тренер Прокопий Ефимов, он недавно прошел один сильнейший борцов в республике, он участвовал в чемпионатах мира, поэтому это тоже классный спортсмен в свое время. Но сейчас уже не один год работает наставником молодых постсменов, и он на сегодняшний год, скажем, неплохо. Да, в чем мы убедились по итогам этой схватки, да, и сейчас режиссер телетрансляции предлагает нам повторы прошедшего поединка. И Прокопий Ефимов еще раз поздравляем его. Мы идем дальше, дорогие друзья, сейчас у нас вышли борцы весовой категории до 61 килограмма. И у нас в ламках утешительной встречи сейчас вышли на февер Георгий Кокорков, представитель второй команды Амгинской сборной, и Аниргут Истяхов, веса Татинского Улуса. Да, представители Амгинского Улуса очень кропотливо, очень старательно готовились к этим соревнованиям, потому что они сегодня у нас организаторы, во-первых, у них спрос очень большой. Ну и естественно, они ребята поставили на эти спортивные игры, как организаторы, как принимающая сторона, две команды. Да, на права хозяев соревнований. Да, да, да. И вот представитель второй команды сейчас неплохо ведет встречу. Да, действительно неплохо начал данную схватку Георгий Кокорков, он успел записать свой актив от 2 балла. Да, перевел партик спокойно, но дальше не смог работать, не надо было этим положением воспользоваться, хотя бы одну-две переворотов сделал бы, это большой запас был бы, и это ему помогло бы, и в исходе этого соревновательного из трети. Вот, но четко получилось, но подолгом, у него другие задумки есть, какие-то. Да, будем внимательно наблюдать за тем, а как же, с каким же планом, да, с какой тактикой вышли борцы на эту встречу. Это также утешительная схватка, давайте отметим, высылая категория до 61 килограмма, борьба за право выступить в бронзовом финале. Да, ну сегодня в эти дни работают руководителем борьбы. Ух ты! Ух ты! Ух ты, три, четыре балла. Да, четыре балла. Миргунтистяха выходит вперед, еще отсылается 2-4 в его пользу, но тут, смотрите, как разворачивается интересное событие. Два балла. Два балла наката. Да, опытный борец Георгий Окруков в момент не упустил, к краю ковра провел этот бросок накатом, и нам бы показали, что было бы очень хорошо, сколько баллов судьи оценивали-то. Да, в данный момент счет 4-4, успели вот за такой короткий промежуток времени разыграть, получается, 6 баллов. Ведет Ниргунтистяхов. Да, Ниргунтистяхов очень хорошо провел этот бросок через плечи, с захватом руки. Это более-менее молодой спортсмен Ниргунтистяхов, но опыта у него тоже хватает быстрее вот таких соревнований. Да, и действительно очень красивые, да, вот действия, красивый бросок в исполнении Ниргунтистяхова. Сейчас мы смотрим, Георгий Окруков работает, посмотрим, получится ли развить ему успех. Два балла он записывает в свой актив. Счет становится 6-6-4. И надо работать дальше. Остается совсем мало времени, меньше десяти секунд бороться в первом периоде, и по всей видимости, да, стойка. Очень хорошо провел этот прием, но полностью. Ну, отсчет 6 ведет, 4 ведет опорку. Это запасила два балла. Это первая из трехминутки. Сейчас мы подойдем вторую из трехминутки. Я думаю, что там предпринимательский степок сейчас тренера ему дадут какую-то задание там, скажем, подсказку сделают. Да, если требуется какие-то корректировки внести, конечно, сейчас самое время для этого. Ну, а сейчас мы видим повторы. Повторы первого периода. Так, вот, вот, упустил мы, вот, сразу назад, и вот переворот на Катальюшко. И округов провел этот период. Ну, вот сегодня, надо сказать, видите, вот это вот, всеми этими действиями работает судейская коллегия, и руководит у нас опытный судья, судья международной категории Аркадий Николаевич Тостыгин. Меганоконгласский улуз главным секретарем работает комитарь категорических наук. Мастер спорта международной класса Владимир Николаевич Тарковкин. Он судья в категории очень опытный, грамотный. Ну, сейчас Владимир Николаевич Тарковкин говорит, что Владимир Владимирович Тарковкин. Учитывая, что у нас 8-4 в его пользу. Мы сейчас посмотрим, округов снова переводит. Утрепил он преимущество и продолжает работать. Счет у нас 8-4 в его пользу. Солидующий счет уже для такой встречи. В одной восьмой финал. То есть я его надо. Мечелю Алексееву упустил Данский улуз. Я активнее и быстрее выработал. Я пропал. Хотел пройти ноги, брошу, но нет, тут не получилось захват. Полностью он не мог удержать захват. Приема не провел. Защитные реакции у округа оказался на месте, как говорится. И получил очередные два балла. И сейчас уже 10-4 встал. Да, существенно укрепил свое преимущество представитель второй команды амгинского улуса. Как мы уже сказали, амгинский улус на правах хозяйки. Вот это соревнование. Да. Оставляют две команды по традиции. Ну и у нас остается полторы минуты вот в этой схватке. И вот его округа вообще там 10-4 побеждают. Сейчас два балла. Тестяхов. Посмотрим, получится ли действовать дальше. Стойка. В квартире ничего не смог сделать. Хотя бы там ключи, дистоники или на ногах крестные захватные. Ну не получается, что поделаешь. Так сейчас проходят ноги, но очень грамотно защищаются тестяха. Сейчас люди, ну вот остановили. Со стойки будут начинать со середины пора. Полностью прелом не сделал. Вовремя защитился округом. Вот сейчас он ведет схватки и очень спокойно себя отбудит. Самому Тестяхову надо искать борьбу. Надо соперника, как говорится, более-менее жестко или обходить ноги. Не получается. У него запястье было в захвате у Георгия. Поэтому правая рука-то не смогла помочь, как говорится, захватить ногу. Да, все меньше времени остается у Ниргона Тестяхова. 23 секунды до конца встречи. Вот, нет тут. Они цвесток и за ковром, не знаю, что дадут. Вот и показывают, где за ковром и надо идти в центр обороты. Да, 18 секунд. Геннадий Хаваров. Один на полку на себя и наше господи. Остается совсем мало, 5-6 секунд, наверное. Миргон зарабатывает все-таки. Прошу вот на кат, на кат, что там. Так, у нас на табло еще по 10-10. И завершается время. Это очень интересное положение. Сейчас посмотрим, что к чему. Как там было. Интересная концовка у нас получилась в этой схватке. Какие баллы, какие оценки дадут. Что там было. О, так, показывает. Ага. Тут уже у нас представитель Таттинска. Улуса, да, выбрасывает челлендж. Тренер Таттинской команды. Малышев очень внимательно смотрит туда, в сторону судей. Так, мы видим, что с красного угла тоже вылетает челлендж. Давайте попробуем разобраться. Последние секунды этой встречи. Посмотрим на повторе. Да, проход Окрукова Георгия. Защищается от Истехов. Миргун. И вот захват. Ну, не знаем. Там 7 секунд стоит, 6 стало. 4, 3. И тут дальше не смотрится. И вот ключ, переворот. Вот оттуда. Что там к чему. Когда вот судьи показывают. Оценка же арбитра находится. Да? Да. Оценил это действие, как мы видим на повторе. Ну, последнее действие оценил, ведь. Тогда 2-2. Это 4 вала. И сейчас посмотрим. И Георгий Окароков и Нирбут Дистяхов продолжают ожидать решения судейской коллегии. Ну, судьи сейчас быстро разберутся. Конечно. Судьи очень опытные. Там судья международные категории. Плюс увидители. Визе до 97 километров. Главный судья Аркадий Николаевич личный. Сам смотрит. А сейчас решения примут какие-то. Сколько баллов. Кому что. Арбитр. Арбитр тоже, по-моему, объясняет, какие оценки он давал. Геннадий Хаваров. Большой. На экране. Арбитр. 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 технических баллов да и давайте еще раз попробуем прохлад округа утром рации контрат защитные действия кисти хво и вот вот прием переворот и и уже и ключик идет клюшни перекат да вот увидим да то что на заднем плане вроде бы таймер уже что-то есть остановился не знаю что так так боковой судья показывает уже полную и динамом на синему гунать истяхова ну остается только ждать до вопрос в том что на это последний момент три нуля стоят на это же когда было да это же ведь вот видите как получилось да значит во времени успел провести этот переворот кисти хоп и победителем это становится кистяхов одержал победу на последних секунд заработал долю секунды а самые важные очки позволили ему выйти в бронзовый финал поздравляем его ниргуна истяхова представителя татинского луса вот я не были на разница более-менее кремки ли это выходит арбитр да сейчас на ковер на должны выйти представители весовой категории до 86 килограммов и перед вами александр филиппов представляющий татинский улус а в синим треху его соперник с это не только больной борьбы и хапса гаева поэтому техническом плане он очень да я думаю стоит отметить то что у нас все еще продолжаются будешь утешительные на схватке это у нас весовая категория до 86 после этой встречи мы увидим схватку между василием спиридоновым из ханглазского луса и платоном савиновым не за верхней вилюйского луса интересность еще будет ну вот сейчас про другую атаку начал что такое подняли а свисток наверное поэтому подняли спортсменов среди на ковра начинать и вот перевод полностью не прыгнул до хотел бросить вот опасного захвата не отпускает 2 балла зарабатывает владислав закиров 2 балла также филиппов записывается в актив александр филиппов счет 22 и в данный момент схватки в этой схватке ведет представитель татинского улуса так что у нас нет все таки балл все таки один балл еще 2 1 2 1 тут маленькие переможество просвет чуточки есть но это ничего не говорит все только начали негативно это пора тоже стартовала это мы будем дальнейшее развитие ждать будет смотреть как она будет ну победитель победивший станет бронзовым выйдет на бронзовый пенал как говорится на малый пенал это весовой категория это тоже большой успех и самое главное для команды очень большие ящики дадут все ждут все смотрят и любая команда представители там участники своих функций нетерпением ждут итоги исход этой встречи ну и в общем то вот у нас сегодня со вчерашнего дня борьба полном или двух подросток мы боремся и юнеры и мужчины да мужчины скажем конечно по итогам этих и завтра у нас третий день будет и по итогам трехдневной борьбы будут выявлены все обидели за это и личном зачете и командам звучит но самое интересное это командный за счет конечно да абсолютно верно ну с утра да у нас в амге прошел достаточно сильный дождь и достаточно долго да лил дождь и могли у любителей вольной борьбы появится до опасения насчет того что это может помешать проведение нет слава богу как раз таки к старту соревнований второго соревновательного дня по вольной борьбе дождь остановился мат у нас сухой условия есть для проведения соревнований поэтому никаких опасений нет со стороны погоды конечно погода мы не можем и регулировать но свои соревновательные действия там можем организаторы оказались готовы к такому развитию событий все есть для полного проведения соревнований даже вот плащи вот некоторым давали некоторые театрами переберели нашли тут уже семякалка зависит от карты да но первый период на завершился со счетом на 2-3 в пользу александра филиппова из татинского волоса вот перевод делает филиппа а он как раз поймал его на броску через плечи и вот видите как бы от захват не отпустил красным 3-го борис и очень грамотно но второй раз попался сам остался внизу это 2 баллы поэтому проиграл на 5 баллов разыграли в первом периоде и стартует у нас вторая трехминутка по итогам который будет выявлен борец который выйдет да вот бронзовый финал утешительные схватки у нас еще раз отметим для тех телезрителей которые только красиво проходят ноги и дальше чтобы хотела ну смотри нету защищаются закирова что тут дадут какое технические действие там а какая оценка будет посмотрим вроде бы и филиппа хотел провести прием не тут он закирать примете тоже какое-то действие техническое хотел привести на на 4 балла дали александру за это действие бросок середины ковра на край на ногах со стойки скажем бросил поэтому суди дали 4 балла оценили еще раз перевод не любят они провести так пока нет вот ноги тоже остался внизу от колодка вот такую и перьем как надо колодку на свое время очень красиво хороший правил максим николаевич сибиряков это колодка максима сокращает отставание в счете владислав лакиров 4 смотрите даже сейчас полу перепечатает не на видите какая смог переломить ход встречи представитель мирницкого района и уступая да вот казалось бы да да вначале более-менее так много питья усердие более характер показал провел технические действия очень красивая колодка максима и как говорится выиграл на туши вот тем самым завоевал право участвовать на борозовом пенале в своей веселой категории поздравляем мы этого товарища закирова такой красивой победой действительно очень красивая победа на туши и владислав закиров выходит в бронзовый финал давайте замедленном действие еще раз насадимся этими результативными действиями очень хорошо красивый боролся вот он но решающим или сварки а сейчас мы не отпускать не отпускает захват да еще раз поздравляем владислава закирова мы идем дальше это все та же весовая категория до 86 килограммов и также утешительная схватка перед вами на ковре борьбу ведут василий спиридонов он в красном трико представитель хангаласского улуса и его соперник а соответственно в синем трико платон савинов из верхневилюйского улуса это тоже интересные встречи будет сейчас платон перевел портель за ковром оказался но это действие оценивается он начал середина ковра и ищет давал и ведет платон савина платон да его опытные спасения конечно они по возрасту скажем не молодые люди ребята но в них еще и скоро продвинуться поэтому за свой район груз они будут стараться выигрывать друг другу но кто более-менее сильнее будет и мы посмотрим на пока очень уверенно бьет встречу платон савина на полноценном это опытный спортсмен и по борьбе пахтала и будьте знаете и по вольной борьбе свое время очень хорошо бороться конечно сейчас более-менее крепким стал телосложение такое ростом невысокий но очень крепкий человек и вес соответствующий восемьдесят шесть килограммов тоже неплохо пожалуйста посмотрите как активно очень много боролся за свои сейчас еще 2 пока перекатим посмотрим да ну и считать что очень активно сейчас ведет встречу пока уже уже становится 6 баллов кармане как говорится у платона чувствуете себя хозяином ситуация платон савина в этой схватке спокойно опытный человек пока вам ничего него не не беспокоит потому что из перезонок то он не нагнетает спокойно вот темпе активно работает да вот наоборот а вот он платон активно работает да еще становится уже 7 вытолкнулся соперника за пределы ковра и записал 7 балл в этой схватке и мы видим то что близится завершение первый период и очень уверенно ведет представитель верхней вилюйского улуса ну вот у нас дмитрий игорь представитель города нюрнгери я международной категории кстати вам недавно это звание получил и мы естественно его поздравили и сейчас хотим поздравить можно слушаем такое звание вот такую большую и каждому даю и не знаю категорию надо пройти несколько соревнований там экзамены и так далее все и практическим теоретическом плане все это через решением комиссии международной поэтому мы поздравляем дмитрий дмитрий это платон савин очень уверенно и спокойно проводит эту схватку верхней вилюшки полных лет тренировался борьбы и до сих пор тренируется скажем и сам тренирует работает он национальном центре национального вида спорта имени василия манчари городе яковский он тренер по борьбе хапсагай да и сам времени упускает зря и тренирует и тренирует ребят детей посмотрим будет ли с той же активным платон во втором периоде сейчас конечно же время играет его пользу до 7 0 комфортное преимущество посмотрим что сможет противопоставить василий спиридонов а василию надо самому самому надо первым все начинать но полотно опытный он все блокирует все это спокойно видит что задумки заранее он уже угадывает сложно сложности не будет для планцовки для ведения конца до конца этой встречи и естественно это более-менее такие оценки для команды верхней уличской до напомнил у нас это утешительная схватка и победитель выходит в розовый финал да не дико это возьмет право бороться вечером скажем за бронзовый вот там будет кто там вышел он тоже хочет иметь такой медаль конечно и давайте пара анонсируем раз мы заговорили о финальных поединках сегодня в шесть вечера стартуют бронзовые залпе финалы так что дорогие друзья на вечером 18 но присоединяйтесь к нам и смотрите нашу трансляцию пользу слушаем надо сказать сегодня вот вчера закончился первый день чемпионата российской федерации в городе сочи и по вольной борьбе надежда и арьян китрин и вектора сами сожалению финальную часть этих больших соревнований чемпионата страны не попали ну там мы сидя здесь по амге я не могу обсуждать проще очень много надо сказать что бригада судейской коллегии которые работают на чемпионате россии они выбраны с решением федерации спортивной борьбы российской федерации и так далее там на наш взгляд как-то не очень в некоторых случаях не эффективно сходили решили приняли решение по отношению нашего партнер ну конечно третья встреча виктора рассадина было не очень так в нашу пользу поэтому проиграть очень много баллов этой технической артисты победа того просто было поэтому тут рассуждать не будем просто скажем убить и не хватило подготовки на этой третьей встрече ну конечно там со стороны судейских коллегии действительно могли у многих людей до возникнуть определенный вопрос от работе за дизайн коллегии но во всяком случае результат на табло мы смотрим как и были эти табло и так далее там то что показывает технические средства поэтому таких больших комментариев решений мы никак не можем делать ну а вот сейчас победа пересуждаются поединок весовой категории обидно досадно но в дальнейшем надо этим чемпионатами заканчиваются решительные такие вопросы поэтому ребятам нужно еще раз крепко работать тренироваться еще усиленно утроенной силы вот так можно сказать ну а мы сейчас идем дальше сейчас вот любите да у нас это уже 1 8 финала весовая категория до 51 килограмма вышли у нас бороться юноши ранее мы уже говорили то что у нас соревнования проходят двух возрастных группах не перед вами в красном трекло выступает и дмитрий ефимов он представляет устья янский улус и его соперник александр корякин вот он на ваших телеэкранах он представляет оленек скиллус победитель выходит в одну четвертую финала и у нас стартовали уже соревнования весовых категориях так которые заявлены в предварительной программе сегодняшнего соревновательного дня ефимов в атаке давайте посмотрим что из этого получится вот но туда баллы зарабатывает александр коряки что-то случилось ну ничего страшного нет видать сложно но что-то там мысли что-то там болит но это забывает надо терпеть собраться да сейчас потребуется некоторое время до для дмитрия чтобы прийти себя и на все обошлось и схватка у нас возобновляется какие-то болевые там ощущения были но это же надо терпеть это есть борьба там тут друг друга не гладим живет надо крепко держать поэтому такие нюансы то борцы это понимают с малых лет поэтому как раз вот этом возрасте все должнее не это понимать хотел пройти бросок ты вот это бросок в исполнении александра корякина и 4 балла абсолютно заслуженно записывать свой актив представителя ленингского улуса очень очень красиво ведет встречу но надо сказать и наши миры борются первые но четыре минуты две минуты и 30 а потом еще две минуты и решить и не решать там кто победил не победил а сейчас мы с мальчиками будет начали скажем активную войну это хорошо что они стараются провести прием это далее вот сейчас под номером под руки нет хорошо вот оставил под тебя и на по моему 10 баллов и если это техническая чисто победа корякина очень красивая победа представителя ленингского улуса и александр корякин у нас выходит в одну четвертой финала весовой категории до 50 1 килограмма поздравляемая александра корякина и думаю как и вы дорогие телезрители мы благодарны да да ну в этом молодому человеку его сопернику за то что подарили нам да это 1 этих бису это весовой категорина они которые над 51 килограмм и вот такой технический преимуществом вырует это же хорошо остальные должны должны бороться тоже на таком же темпе таким же активно большее количество приема провести вот так и по должно получиться и встреча и вот прошло за ковром нет там остановил на время и выходит назад фиксирует балл положение едва вот еще на карбат показывают очень хорошо переставитель по моему душа да и дорогие друзья мы идем дальше и сейчас перед вами вышли бороться на ковер владислав спиридонов представитель верхней велюйского улуса и андреан жир готов из татинского волоса давайте проследим наши молодые ребята очень настроены по боевому это первый день для них сегодня первые схватки поэтому да в этой весовой категории это вторая встреча идет только-только да и можно еще отметить да я говоря на протяжении всех соревновательных дней у нас где стоит комфортная погода для спортсменов стоит жара до прохладно легкая прохладная погода еще там то что там чуточку мокро было но это уже погода от нас не спрашивают как раз это на ворот помогает расцвести трава и так дали поэтому мы рады этому такому событию дождя а где ребята вот сейчас боевым настроем нам показывает зрелую борьбу скажем в своем возрасте вот они то что чего чему целый год учились они сейчас показать да на соревнованиях столь высоко да 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 это еще раз подчеркиваю что и такие соревнования проходят один раз за четыре года поэтому кальтри вуза район кальтая спортивная школа там перелом перелом сам лучший из лучи и приходится конечно вот сейчас очень красиво порой прохал прошел на спину хотел провести накат за руку захватить ну защищаться будет но все равно зерготом не получилось развить успех во всяком случае все же 4 за счетом 4 0 ведет до схватки андреан жир готов ну приносит 4 балла посмотрим что будет дальше и владиславу спиридонова конечно же можно активизироваться конечно найти свою борьбу какой-то прием провести там залога захватили с сокол куб и прессе ну где фото пока ничего не дает сейчас дадут советы как дальше провести это тренер его малышев прошлым очень хорошего не спасены мастер спорта на человек имеющий специально так как у нас каждом районе есть такие очень хорошие хорошие руки и тренера тренера на тренера до стартовала второй период дорогие друзья и в активе валислава спиридонова меньше двух минут чтобы постараться данной встречи потом они будут последствия ребятам подсказать сказать какой-то машинку провел там что-то мне заделал чего там не задумался не до конца не смог сделать вот тут у это да с одной стороны они все снимают это сейчас с помощью такой технику всем доступно стало нюанс сейчас перевод сделает нет очень правильного плечами защищался спиридона не получилось выделять даже не дал ему зайти на то и правильно сделал свет на ноги стал и очень зато замечание да и 30 андреан уже готова ему конечно сейчас он спокойно активную спокойно поддерживает поддерживается у него четыре балла запасы есть но сейчас чуточку главное не улететь на 4 балла да да ну и 21 секунда до конца и вот назад пошел когда сошел и пользовался он слишком низко прошел ноги красный борис атаковал и любил его сейчас еще накатит рассмотрит на время андреан жир готов да и он получается встретиться в четвертьфинале с александром карякиным че выступление мы видели в предыдущей схватке александр карякин оленекский улус и андреан жир готов так сформировалась первая пара четверть финала но сейчас мы продолжим просмотр схваток 1 8 финала в этой же категории выйдут тарас еремеев из лёгвинского улуса и амерхон иванов тампонский улус и давайте посмотрим на повтор очень качестве борьбу продемонстрировала представитель татинского улуса андреан жир готов и уверенно вышел в четвертьфинал ну что ж друзья мы идем дальше 1 8 финала перед вами тарас еремеев красным трико и синим трико его соперник из-за тампонского улуса амерхон иванов оба спортсмена 2003 года рождения и мы видим как схватка достаточно динамичная начинается да динамичный 8 ничего карты хоть и стараться кого какой-то прием провести на пока у обоим пока не получается действительно конкун концовки законченного действия приема потом бертушка что-то проход ноги и что там сейчас нет хотел вот он крестным захватом это было и еще доволадали да и этого 40 до ведет уже встречу период вышел его ног очень стремительно идет борьба это очень хорошо еще раз перевод но вот вот там попался и как раз защитился было очень хорошо лицом повернулся к ним до момент хороший упустил и римеев очень быстрые ребята вот хорошо зацепил изнутри но очень красиво сделал 60 60 он даже не ожидал не успел защититься и реагировать не ушли и риме и вот сейчас что сейчас поднимает до столько и у нас при счете 60 сейчас вода добиться это схватка и 35 секунд до конца первого периода очень уверенно у у нас ведет представитель тампонского луса тампонские ребята тоже очень хорошо подготовились там работает у нас не очень неплохой тренер за свой тренер республики ариас паулов дорогие друзья все знаете тампонском все что у нас это доплатный чемпион мира виктор леведев сейчас ныне депутат народный депутат ильтемен и очень красиво свое время он выступал за честь россии и член сборной команды российского федератора и сейчас он большой спортово шоу вся зона работает генеральным директором всех них пегаза и вот послуждаю если спорта это родина представляющего родину два красных чемпионов мира олимпийца нашего виктора леведева ну и уроженцы тампонского улуса надеются что в скором времени будут также говорить и про амирхона иванова который в этой схватке просто разобрал своего соперника не смог чего противопоставить ему тарас еремеев и амирхон иванов вышел в четверть финала благодаря этой победе давайте еще раз посмотрим замедленным действие как же на агрессивно и очень четко действовать динамично и быстро резко вы красивый сделал вот попался попался сам на этом просто своем броске же очень убедительная победа амирхона поздравляем мы идем дальше дорогие друзья следующая схватка стадии 1 8 финала и перед вами радиона васильев он красный трекло борец из стран голодского улуса и его соперник василий за госток и по итогам этой схватки победитель выйдет как раз таки на амирхона иванова этот арсенал тоже очень интересная встреча идет на каждой встрече тут у нас будет вот и у и ребята очень стараются все хотят друг другу побеждать вот и сейчас он восток перевел своего соперника партнер тем самым дорогу давала чуть-чуть не перекатил переводный переворот накатом чуть-чуть не сделано а сейчас такая в уютном захвате находится поэтому судьи помогли остановились киеве середины будет она начинает бороться дальше видим что асагастах поднимает поэтому с воды будет ему защищаться защитном порядке можно дальше мира не разбили движение прием вот потому и их подняли на со стойкой они борются начинают со стойкой бороться видеть не пройдет ну как основная фишка вот там очень долго время прошу встретить и последние 5 секунд первого смотрит время бедать смотрит поэтому не спешить до первая двухминутка на завершается со счетом 0 2 пользу василия с угостом у нас впереди ждет еще целая двухминутка по итогам которой мы узнаем четверть финалиста победитель этой пары встретиться с имерхоном ивановым из тампонского волоса тренер много советов ребятам но ребята видимо очень внимательно слушают свои цели задачи и вот сейчас мы крупным планом нам показывают тренер у солданского спортивного солданского спортивной школы и работает Это не глухо, ребят, это их хватает, ребят, хорошие люди, сейчас лучший из лучших населения представляют в играх свой вуз. В данный момент сейчас самый лучший спортсмен этой весовой категории вузал Даня Того-Восток, и сейчас он минимальным счетом ведет встречу, конечно, это немного. Небольшое на все же преимущество. Почти половину второго периода боролись спортсмены. Посмотрим, как Родион Васильев попытается. Да, Родион сам должен работать. Но вот сейчас ему даже дают большое замечание, как говорится, предупреждение. Ну, дали 30 секунд, беда. Да, 30 секунд. Да, за это время он должен сам провести какой-то привод, сам работа, где есть периодически оцененные. Но, конечно, получается, пройдет три минуты, но очень низко. Вот сейчас он уже первый, наставит там в льду. Вот он и есть, в восторг момент опользовался. И вышел, перевел на живот своего соперника. И пока уже четыре стало счет. Атаковал Родион, но в итоге баллы себе в октябре стал поселиться. Да, голову очень низко, там плечи очень низкие, и он там остался, я так не знаю, это же неудовно. Надо же просто, да, как бы, говорить, вот хорошо, вот, вот так, в очередной неудачный, и он стал работать. А теперь нельзя как-то провести какой-то привод. Рождецы надеваются и масок, потому что это привод прекрасно знают, но перейти в голову не мог. И время кончилось, по-моему. Надо было начать, да, активизм, если раньше не хватило времени Родиону. Не рассчитал свое время, надо было чуть-чуть пораньше сделать бы. А не где-то, и вот, и кому-то, и мы ему видим. И Василий Асагастах празднует победу в этой схватке, и он выходит в четвертьфинал, где встретится с Аверхоном Ивановым и Стампонского Улуса. Ну и давайте посмотрим. Вот сейчас на повторе его. Дорогие друзья, давайте перейдем к следующей схватке. Перед вами на ковре Егор Находкин из Аверхоянского Улуса и Айтал Громов. Аймеконский Улус. Ну что ж, у нас есть уже две пары четвертьфиналистов. Продолжаем выявлять участников. Да, вторая сетка пошла. Ну ничего, вот сейчас посмотрим, как юные борцы будут нам показывать свою борьбу. Технические марсериналы, но пока еще, да, очень спокойно выходит назад. Да, в депуте сватки. Перевел ее соперника. Очень много баллов, он написал своих техно-фаткин. Ну вроде бы ничего вот такого не сделал, но было еще два. А сам остался близко. Ну тут им не угадаешь, им не играть. Да, активно у нас развиваются события в этой схватке. 4-1 счет в пользу Егора Находкина. Как-то очень быстро и спокойно отдал один балл. Но, видимо, сам не ожидал, наверное. Хотел что-то делать, но остался бы незаконно. Или он не смог держать, что ли, захватить за голову где-то. А сейчас? Раза-раза, Егор Громов пытается пройти в ноги. Нет, все равно не получается. Активно работает, но... Да, еще мельница ищет провести прием такой есть. Захватываем руки. И вот третья попытка тоже не была. А вот сам, нет, очень хорошо, красиво. Захватил заново, чуть-чуть переподнял и... Заграй два балла, сокращает отставание. Да, да, молодец. Надо работать дальше. Стойко. Похвалим чуточку, да. Да, еще 4-3 становится. И Айтал Громов. Ну, остается минимальное там оставание. Надо чуть-чуть еще повеселее, порезче там атаковать. Ну, пока... И вот снова не хотел пройти в ноги, но вовремя защищается на Ходкине. И завершается первый период. 4-3 пользу на борца Фтаса Трико и Егора Находкина. Ну, получилось, да, у Айтала Громова, перед тем, как завершится время первого периода, сократить отставание до минимума. И, конечно, нас с вами ждет, я думаю, очень интересная двухминутка, заключительная двухминутка. Ну, и за медленным действием мы видим, как борцы разыгрывали баллы в первом периоде. Егор Находкин обеспечил себе преимущество в 3 балла, но под конец первых двухминутки Айтал Громов взрыва провел. Да, наверстывает, наверстывает. Ну, 3 балла есть у него, но это сейчас уже второй период начался, и это решительный период, как говорится. Вот под мышки, под себя хотел бы он дергать, но не получается тоже. Более-менее быстрый вот так, так вот, если так смотреть, то, ну... Находки на счет момент, я вот сам прошел, но нет. Два балла. Два балла. Находки на, по-моему, да, два балла. Да, все-таки 6-3 становится. Да, все-таки он сидит, бедра, как говорится, поэтому это уже уже оценивает все положение. Да и что касается времени остается, там еще... Ну, половина, да, второго периода? Да, второго периода. Минута, скажем, остается. Время все еще есть. Время все еще есть. 6-3, находки ведет. Ну, более грамотно борется находки. Более грамотно находится. Борьбу ведет, поэтому он... Опа! Играет. Идал Громов. Балла. Опа! Накрыл. Нет. Тоже как-то очень быстро, но положение изменилось. Да, очень насыщенная, да, у нас спонка проходит? Да, очень хорошо. Это вот так должны бороться все время только. Экспериментная борьба, много баллов разыгрывается, конечно, это всегда. Много задумок, много технических действий. О, он себе вот это бил, но этого нет. Теперь бусидами, аккуратными захватами. Теперь бойцы, но все-таки находки захватывают все справки. Меньше 20 секунд остается. Судя по-моему, мы сейчас поднимем, и будем начинать со стойки. Ну и Айтал Громов сейчас, конечно, вместе со свистом бросится вперед, да, что он делает. Проходят ноги. Да, всеми силами идет вперед. Нету на 6,5, счет прежней, последней секунды. Остается секундой, и нет, конечно, не дал. И вот 6-5 победа предсуждается на Ходкин. На набират отношается Егор Явлос. Да, Егор Находкин, представляющий Верхоянский Улус, в четвертьфинале встретится. Он вышел в четвертьфинал, и его соперник будет выявлен по итогам следующей схватки. С минимальным преимуществом все-таки одержал победу представителя Верхоянского Улуса. Как бы не старался, да, Айтал Громов? Ну, а Айталу Громову чуть-чуть не хватило, пожежче, порезче бы. Ну, что поделать, борьба есть борьба. На сегодня более грамотно боролся на Ходкине. И вот он ему и как подавает минимальным счетом на это победы. Ну, во всяком случае, очень хорошую схватку нам были ребята, что были благодарны. И мы идем дальше, дорогие друзья. Перед вами Георг Явловский из Черопчинского Улуса и Юлиан Григорьев. Сунтарский Улус также в стадии 1-8 финала. И смотрите, как у нас начинается данный поединок. Явловский. Очень красиво ведет встреча Явловский. Очень красивый бросок. Накад сделал уже 4 балла, по-моему, да? Да, 4 балла на старте. Это хорошо. Георг Явловский. Григорьев хотел пройти в ноги, но вовремя его встречает. Встали в высокой стойке. Ну, дальше что там? Посмотрим, пока они в крестном захвате один, за другой там блокируют руки. И вот Николай Романович Данилов, тренер Сунтарских ребят. Он ему недавно, вот, на днях, ему пересмотрено высокое звание. Заслужим тренер Республики по волейной борьбе. И тем самым, пользуясь случаем, мы... Так же поздравляем. Да, Николаю Романовичу искренне пожелаем ему дальнейших успехов. Благо развития нашей борьбы. Ну, у нас своим временем счет остается прежним. Очень опасное положение сейчас находится. Сейчас посмотрим, видите? Опа! Вот. Два вала. Явловский зарабатывает. Сейчас становится 6-0. И у нас еще 30 секунд остается оборачиваться в первом периоде. Проход. И что там? Очень стучить. Но, все-таки, один балл, по-моему, Григорьев получает, потому что, все-таки, захват не впустил. Но, и за ковром все-таки бросил с самого соперника Явловского. и это один балл очень решительный грамотно видит борьба и уловский завязывает руки там захвата григорьева тоже очень но уже временно у нас есть еще две секунды конечно тут не успеют спортсмены разыграть баллы да конечно и отправляются они на на 30 секундный перерыв получать наставление от своих секундантов тренеров и все решит конечно 2 минутка и победитель этой пары напомним выйдет четверть финал где встретиться с егором находки нам на чью победу очень яркой схватки мы видели ранее егор находкин верховского луса продолжает ждать своего соперника в этой схватке ближе дактов чтобы выйти в 4 но пока что его и в лоске но это по итогам только первого периода впереди у нас еще и посмотрим как у нас будут развиваться события в дальнейшем вот очень красиво проходят ноги но полностью не заканчивает бросок переподнял но все-таки обоюдно захвате они находятся пока конкретно вот фиксированного действия нету и это очень красивое начало было но продолжение вот концовки не пока нету поэтому их подняли стойку чуть-чуть не хватило находки я уловскому добылась убедома чтобы укрепить свое преимущество мишки такие лигер такие моменты конечно не делал пускай просто продолжают достаточно комфортным преимуществом егор ябловский вот это николай романов еще на крупном плане показывает он наставник сунтарских ребят заслуженный тренер из улиц уже он стал это очень хорошие и в дальнейшем николай и работать чтобы вырастить внешних спортсменов ну сунтарским жесток и уже славится своими парсами это альберт захаров это пётр это владимир данилов вот такие мастера высокого высокого класса чемпионы россии мастера есть кому ребятам сейчас сегодня работает николай якульев один из перспективных молодых тренировок ну правда вот и якульский мостер моим своим землякам помогает есть на кого равняться действительно мы видим то что остается меньше 20 секунд и егор явловский чтобы одержать победы в этой схватке юлиан григорьев не смог до противопоставить до конца он не делал сейчас и время как раз до завершается данная схватка со счетом 6-1 победа держал егор егор явловский представитель чуропчинского улуса и егор явловский в четвертьфинале встретиться со своим тезкой из верхоянского улуса противостояние егоров нас ждет в четвертьфинале егор находкин и егор явловский такая вот пара четвертьфиналистов нас формировалась ну и режиссер телетрансляции нам предлагает повторы замедленном действие очень хорошую схватку провел егор явловский да грамотно очень спокойно провел встречу сохраняя силу до на следующую встречу еще раз поздравляем и егора и идем далее дорогие друзья сейчас у нас на ковер вышли данил васильев представляющий миги на кангалахский улус и против него борьбу ведет джулус харлампиев из-за вилюйского улуса да тоже сейчас нам каждый бейка ужас какая встреча у нас это так по счету это у нас четвертое пятое да да и сейчас два балла очень спокойно зарабатывает басилий еще переворот накатом может еще по и сделать захват по моему опустил нет хочет хочет привод еще два раза что накатим перевел как здорово да уже то ли через 8 до 8 залом уже запасе на самом деле встречи даниил васильев из умения кангалахского улуса обеспечил себе комфортнейшее преимущество и даже она уже начинает говорить о но я досрочно но это еще посмотрим может быть этими он остановится все как бывает у молодых людей этих схватки то что-то он остановился действительный не атакует и ждет своего соперника вон на чуточку еще покрепче там был вести за равновесие прийти пройти перевести партнер нет не получать всяческие сюда варианты вот проход вот здорово это уже хороший бросок это я церковь 4 баллы и данил васильев правда победу в этой встрече очень уверенная победа дорогие друзья вы сами все прекрасно видели у нас все борцы выгодны и все и ну почему так и в положении продавать очень прекрасно понимая иначе да и студийские семинары в последние годы очень редко но часто проводят перед соревнованиями или по время соревнований поэтому теоретическим и практическом плане у нас республики судьи учат обучают воспитывают как и поэтому у нас год за годом перебавляется хорошие судьи ребята и их федерация борьбы дает им возможность закрепить это большое звание судьи присваиванием или российских или же лучших отправляет на международные семинары и вот у нас этом году мы уже имеем двух международных судей международных классов и это здорово ровно как и спортсмены представители судейского корпуса также накапливают свой опыт улучшают свое мастерство и конечно очень многое зависит от работы судьи в ходе любых соревнований конечно дорогие друзья это у нас заключительная схватка стадии 1-8 финала в этой весовой категории весит до 51 килограмма и перед вами Николай охлопков из города якутска и ян васильев из нюрбинского улуса ну надо сказать каждая весовой категории имеет право участвовать в этих спортивных играх 16 борцов потому что до этого они проходили определенные соревнования где право участвовать в этих спортивных играх в каждой весовой категории имеет право участвовать только в 16 в каждой весовой категории независимо от возраста и среди мужчин тоже будет бороться да и конечно начинается соревновать с одной восьмой финала да они все получили это 16 лучших бортов по итогам отборочных соревнований это лучшие борцы республикска поэтому тут надо сказать слабых то по идее нет но среди мужчин есть лучше конечно но на этой стадии до соревнований такого высокого масштаба случайных людей нет и быть не может конечно первый период завершился с отчетом 1-0 в пользу николая хлопкова который представляет на столичную команду и сейчас секунданты и тренеры будут вносить коррективы и давать наставления своим подопечным а вот в этом положено заманить он вышел стоя а вот сейчас нам показывают тренеры города Якутска это должны тренеры с мульки очень хороший мастер в свое время мастер спорта Советского совета ученик Дмитрия Петровича Коркина Михаил Каженкин Михаил Михайлович Каженкин ну он не первый тренер в спортивной школе города Якутска коллектив там сложный очень хорошо работают все по этому все Михаил Михайлович один из опытных тренеров нашей республики детских тренеров ну и сейчас вот атака ну что там еще раз атакует у нас у Василия у Василия грамотно защищает и сейчас хочет ему провести этот такой бросок сейчас получится нет не получается поднимает по-моему да вот такие положения часто бывают да и у всех прохладные защищаются от приема конечно борьба на том не заключается что вовремя защититься вовремя провести контратаку вот это и есть борьба вот только надо иметь высокую и большую скорость для этого нужно крепко хорошо работать головой как говоришь как быстро мост будет давать тебе команду тем быстрее получится да и у нас остается бороться меньше сорока секунд в этой схватке 1-1 в пользу Яна Васильева из Аль-Альбинского прошел прошел залоги ищет моменты поднимается очень красиво нет и вот какая у нас концовка получается ага крепко крепко хорошо что там дадут судьи мы не знаем но очень сейчас идет 5-1 обоюдные броски там сколько там что к чему сейчас посмотрим конкретные оценки какие 4 балла в свой актив записал Охлопков да да Николай Охлопков и атака последние секунды вот проходит успех опа Василий Василий перевел и по моему время да заработал Ян Васильев 2 балла но этого оказалось недостаточно чтобы назвать победу в этой схватке и таким образом Николай Охлопков побеждает в этой схватке и входит в четвертьфинал да на следующий представитель столичной команды Николай Охлопков в четвертьфинале сойдется с Данилом Васильевым из Мигина Кангалатского Улуса в одной восьмой финала предпочтение субъект в этой восьмой категории весовой категории до 110 кг и мы переходим к весовой категории до 80 кг перед вами Руслан Осипов и Юлиан Сильвестров ну что ж мы сейчас перешли в другой весовой категории и давайте смотреть очень резво у нас начинается схватка и борется с ним трико очень близок на ковре весовой категории до 80 кг потому что да держать быструю победу и Юлиан Сильвестров и Мигина Кангалатского Улуса выходят в четверт финал мы дорогие друзья продолжаем просмотр схваток среди юноши это весовая категория до 80 кг и Юлиан Сильвестров как мы видели одержал победу и вышел в следующую стадию турнира где встретиться с Архипом Аргуновым из Нюрбинского Улуса он был свободным в восьмой финала ну и последующие схватки мы посмотрим вместе со старшим тренером команды Мирницкого района Василием Карякиным Василий добрый день ну и какие впечатления у вас вот от старта второго соревновательного дня по вольной борьбе и что мы ждем от выступления ребят в этой весовой категории ну день начинается насыщенно ребята всех готовы это финальные летние уже финальные игры 4 года один раз проводятся вот эти соревнования ну самые главные соревнования все готовы приехали чтобы участвовать чтобы участвовать ну будем ждать от всех результатов хороших ярко и будем смотреть яркой борьбы и хороших результатов что мы будем желаем сейчас там у нас борется весовая категория 80 кг перед вами Евгений Шарин из Кобяйского Улуса и Кирилл Яковлев представляющий команду Лёкминского Улуса ну это у нас юноши которые борются вот этот хороший бросок прогибом делает Кирилл Яковлев и удерживает уже да и победа чистую победу на душе одерживает очень красивая и быстрая победа отметим поздравляем Кирилла Яковлева и он выходит в четверть финал а приглашаются борцы весы 20 кг и молодец он хороший амплитудный бросок сделал молодые ребята уже подтягиваются уже сейчас посмотрим бросок вот хороший амплитудный бросок да и сразу удержать Кирилл и добивается чистой победы ну что ж и по итогам следующей схватки будет выявлен соперник Кирилла по четверть финалу сейчас на ковер выйдут Тит Федоров из вершины улуса и он будет вести борьбу против Рината Чердонова который представляет город Якутск столичную команду итак Тит Федоров красным трикой соответственно синим Ринат Чердонов Ринат Чердонов он является чемпионом Дальнего Востока у него результаты хорошие чемпион республики чемпион Дальнего Востока ну хорошие надежды надежда подают но сейчас посмотрим схватки какую схватку покажет должен ярко ярко хорошую схватку должен показать вот красивые броски начинает да сходу у нас очень активные действия разворачиваются в этой схватке и в самом дебюте встречи Чердонов начинает оправдывать ваши слова Василий записывает 4 балла свой актив посмотрим что же будет дальше попытка пройти многие мельницу хотел делать остался что-то и оставляет и удерживает начинает удерживать и походу уже заканчивает схватка все таки как вы и говорили да действительно Ренат Чердонов представитель команды города Якутска продемонстрировал очень хорошую борьбу удержал очень убедительную победу и вышел в четвертьфинал где встретится с Кириллом Яковлевым из Олегминского Улуса давайте посмотрим на медленном действии как же здорово у нас борьбу Ренат Чердонов зафиксировал и положил да не оставил шансов своему сопернику Ренат и одержал он очень красивую и убедительную победу перед вами дорогие друзья следующая пара 1-8 финала весовой категории до 80 кг напомню что мы в данный момент наблюдаем за соревнованием среди юношей перед вами Руслан Старостинит из Хангаласского Улуса и Александр Самсонов представляющий Дерингринский Улус Дерингринский район и давайте наблюдать за ходом этой встречи очень и поймал сразу на промокашку и чистую победу тоже да у нас ряд скоротечных схваток проходит очень отличную борьбу демонстрируют ребята и Руслан Старостин очень быстро победил на коэры его на коэры и на коэры на коэры приглашается более убедительная победа поздравляем руфана старостина в этой схватке будет выявлен его соперник на ковер вышли семён слепцов представляющий верхаянский улус и его соперник джулстан калачев черопчинский ул и так все готово для начала этой схватки и начинается поединок стать 1 8 финала всякий случай повторимся соревнования среди юношей в двух возрастных группах у нас проходится сезон не по вольной борьбе в скором времени мы также увидим и схватки среди мужчин у нас мужчины после детей сразу начинает итак вот эти они все уже отобранные дети по чемпионату республики чемпионат республики было по тридцать шесть пока в каждой весовой категории и из лучших по 16 человек отобрались и финале они уже оспаривают победу все молодые люди и все мужчины которые принимают участие финальных соревнованиях до наших игр конечно же они прошли нашли на таком будет отбор да и на арене ама олимп мы видим выступление действительно лучших представителей надо развивать успех и еще два балла да таким образом у нас а уже со счетом 440 ведет жуста и до конца первого периода остается 35 секунд тут же слепцов бросается в ноги и это оборачивается вот неудачи до тяжелом положение держит свой соперника дилстан калачев и так же положим чистая победа на ковре а в весе до 80 килограммов дилстана калачева ну что ж продолжаем наше радовать нас вот такой красивой борьбой победы я такими быстрыми победами калачев принимает поздравление на стадии 1 4 финала он встретится с русланом старости нам видели ранее ну и василий расскажите о том каком составе расположение духа приехала ваша команда на аргенскую землю с каким таким амбиции ребятам наш это борется сейчас за 3 1 должен быть бороться и сегодня он и вчерашний который дмитрий проиграл у нас за кирова он будет за 3 бороться и сейчас ребята борются тоже у нас 10 человек получил получили путевку на вот эти игры а также игры очень хорошие будем надеяться что и наши ребята тоже медали получат надеется будем надеяться ну а с какими весовыми категориями вот связано на самые большие надежды вот которые 5 килограммов там надеемся что медаль на 120 килограммов тоже надеемся что у нас медаль будет но там тоже сложновато будет там будем смотреть сегодня будет сложновато да конечно мы надеемся да ну все ребята подготовленные конечно пришли там почти все команды все команды они подготовлены да конечно но у нас это уже следующая схватка также стадия 1 8 финала митчелл туприн из улуса ведет борьбу против василия слепцова который представляет в омский улус и мы видим то что представитель аннабарского улуса в красном трико обеспечил себе преимущество в 4 балла тоже бросковые ребята нашли тоже будем смотреть какие-то спать проведут ищут ищут молодцы ребята не стоят на месте хорошая совесть но если человек ищет он все равно добьется победы но ребята подготовленные мы действительно радует когда спортсмены в специальном поиске да возможностям вариантов проведения свои атаки ну и предыдущих схватках череда была очень ярких наступлений очень часто вот победами на туши решать или период с учетом 4-0 ведет в этой схватке со счетом 4-0 и начинается у нас сейчас а вторая двуфминутка арбитр приглашает спортсменов центру ковра посмотрим да интересно что же будет сказано василия слепцова как он будет действовать в втором периоде конечно же активизироваться идти вперед что надеяться на удачный исход идет вперед василия слепцов ищет захваты захватом продолжает И доведет ли эту атаку к киевскому вершине Василий Слепцов уже все-таки скоро, продолжает он работать. Конечно, тяжелый, кстати, находится Мичел Тупин, но... Выпускание, выпускается, и счет становится 4-4. Он сейчас переломил доход с третьей. Уже по качеству ведет у нас все. Спасибо. Василий идет по качеству уже 4-4. Мы его били по 4-банных бросках, да? Ну, чем 2-4-банных бросках за этот схват. Ну и очень напряженная у нас катушка нас вами ждет. Победу одержал Василий Слепцов, представляющий мобский луз. На ковера приглашается Григорий Попов, Игорь Слепцов, Амницкий луз, первая команда. Готовится к следующей схватке. Ну что ж, и у нас осталось определить последнего четверти финалиста. Веси до 70 кг. Веси до 70 кг. Поединок ведущий в красном треку представитель команды Ангаласского луза Енис Слепцов. Его соперник в синем треку представитель команды Ангаласского луза Енис Слепцов. И смог удержать победный счет до конца схватки. Итак, сейчас на ковер у нас вышли Григорий Попов из Татинского луза и Игорь Чен из Англии. Четырех бальных бедро со стойки. Игорь Чен, кстати, хозяин ковра. Представляет он первую команду Ангаласского луза. Я думаю, собравшиеся люди, жители Ангаласского луза, которые у нас сейчас на трибунах, будут, конечно же, очень активно поддерживать своего спортсмена. Но пока все очень хорошо у Игоря. 4-0 ведет. Тоже, походу, взял два балла и начинает работать, продолжает партери. Очень уверенно ведет борьбу Игорь Чен. А пока что у Григория Попова не получается противопоставить что-то конкретное своего соперника из Татинского луза. Счет 6-0 и есть еще половина первого периода, чтобы Григория Попова как-то постараться отыгрываться, улучшить положение этой схватки на перед. И еще хороший проход. Сейчас посмотрим на сколько. На два балла отценили, да? Говорили о том, что есть еще время для того, чтобы Григория Попова как-то подправить ситуацию, но у нас баллы продолжает набирать Игорь Чен. Еще два балла записывает свой актив представителям гинской сборной. И счет становится 8-0. И Игорь близок к тому, что... Очень убедительно ведет эту схватку. Близок. Близок. И 17 секунд еще в первом периоде. У Григория Попова пока ничего не получается. Ну вот, идет он вперед, но Игорь защищается. И завершается первый период со счетом 8-0. Со счетом 8-0 ведет Игорь Чен. В поединок ведут в красном треху представитель команды Амбельского Улуса Григорий Попов. Его соперник в синий треху представитель команды Амбельского Улуса первая команда Игорь Чен. Ну, спокойная, конечно, ситуация в углу Игоря Чена. Но, я думаю, более напряженная сейчас обстановка у Григория Попова. Очень сложная задача стоит перед представителем Татинской команды. И начинаем. Да, стартует у нас второй период. И напомним, что это у нас последняя встреча одной восьмой финала. Победитель выйдет в четверть финала и встретится с Василием Слевцовым из Амбельского Улуса. Ну и давайте наблюдать за тем, как же Григорий Попов будет пытаться исправить ситуацию. Пытаться переломить ход встречи. Да, уже начинает грузить, работать и ищет проходы уже. Посмотрим сейчас. И вот просто суп какой-то. Да, и оценивает на два балла. Закращает отставание. Еще два балла записывает свой актив Григорий Попов. Ну, очень неплохо начинается вторая минутка для Григория. Ну что ж, а посмотрим, что будет дальше. Есть еще минута. Мы прекрасно знаем, что минута... Да, можно изменить и в любую сторону можете изменить. Да, минуты это очень много. Посмотрим, что будет дальше. Видимо, в захвате находятся борцы. И еще бросок. Четыре балла. О, как здорово, да, Григорий Попов? Еще с захватом руки остался. Упускает захват. Вот уже счет восемь. Восемь стал. Да, восемь-восемь. Просто замечательный второй период. Работа для представителя тайфинской команды. Давай работаем! Не знаю, что было сказано в этом перерыве. Восемь. Григорий действительно собрался с мыслями. И очень успешный второй отрез в схватке проводит. И у нас остается меньше двадцати секунд. Победы зарядили секундомер. И последнее мгновение этой схватки. Игорь Чен посмотрел на секундомер. Пошел вперед. И все-таки заработал, да? Да, два балла. И уже кубики. Челлендж, конечно, сразу же улетает со стороны угла. Григорий Попо не согласен, да? Ну, конечно, да, сейчас попытается зацепиться за возможность. И, конечно, тут вопрос стоит в том, что действие было после свистка, после того, как остановилось время. Или же нет, у нас есть прекрасная возможность разобраться в этом благодаря нашему повтору. Там две секунды осталось. Да, вот тут уже... Да, время. Да, таймер стояли. На таймере горели нули. И сейчас судейская бригада также пользуется видеоповтором и вынесет вердикт. Ну, очень интересная схватка. Очень интересная схватка. Момент тоже интересный. По нолям уже заканчивает. Не знаю, как они сейчас решат этот вопрос. Да. Нам остается только ждать, да? Ну, да. Вот это решение только... Главный судья сейчас, Аркадий Николаевич Тестыг, решит этот вопрос. Прекрасно. Видно, что... Время стекло до проведения данного броска. Ну, если все-таки же у нас предварительный результат, да, вот останется таким же, то есть, с учетом 10-8 победы одержит Игорь Чен. Спортсмены благодарят друг другу. И будет, конечно, очень досадно и обидно для Григория Попо так включиться во втором периоде, отыграть восемь... Ну, отыграть такое солидное, да, отставание в счете и... Счетом 8. Да. И уступить на последних мгновениях, да, это будет, конечно, очень обидно. Продолжает судейская коллегия смотреть повтор. И там уже сложно будет смотреть там на секунду, долю секунды уже. Ну, посмотрим, что решает. Да, ну и пользуясь заминкой, давайте мы озвучим пару честных журналистов, которые уже стали известны. Архип Аргунов из Нербинского улуса, который был свободен в первом круге, встретится с Юлианом Сильвестровым из Нигина Конголазского улуса. Кирилл Яковлев из Далек Минского улуса, встретится с Тренатом Чердоновым из Якутска. Руслан Старостина из Зарящей Молазского улуса, встретится с Юлистаном Калачевым из Черопчинского улуса. И Василий Слепцов из Момского улуса продолжает ждать своего соперника. И сейчас вот как раз судейский коллектив решит, кто же будет бороться с Василием Слепцовым на стадии четверть финала. Ну, у вас есть возможность, как и у нас, дорогие зрители. Вот, смотрите, повтор. Итак, Григорий Попов, да, все-таки бросок был не отсиден, да, так как был проведен после того, как время остановилось. И Григорий Попов таким образом одерживает, ну, волевую, конечно, иначе не назовешь, да? Да, на характере чисто победу вытащил. Молодец, поздравляем. Да, поздравляем мы Григория Попова и благодарим его за то, что, ну, его соперника, конечно же, тоже за то, что подарили нам. Такую замечательную схватку просто с очень таким интересным сценарием, да, и с драматической развязкой. Ну, что ж, Григорий Попов выходит в четверть финал, где будет бороться с Василием Слепцовым из Момского улуха. Вот, хорошие броски. И реакция тренера, конечно, тоже дорогого стоит. У нас выявлены все четверть финалисты в весовой категории до 80 килограммов. Ну, и мы переходим весу до 65 килограммов. Ну, и видим, как тут очень резво все начинается. У нас борьбу ведут Андрей Захаров из Илюйского улуса и представитель тампонского улуса Магомед Даврятгирев. Ну, так, тут приличное количество баллов разыграли на старте схватки. 4-4 уже счет после броска, и начинает уже синий тоже подключаться, уже 4-4. По качеству ведет Захаров Андрей, наверное, из у них 4-бальный бросок. Да, очень насыщенное начало схватки. И давайте отметим, что это одна восьмая финала. Первая схватка в этой весовой категории на данном этапе соревнований. Посмотрели мы выступление юноши, и теперь мы уже будем наблюдать за ходом соревнований среди мужчин. Что здесь у нас получится? Хороший бросок и 2 балла. Хорошая встреча, и контрприем делает. И со счетом 6-4 ведет Магомед Даврятгирев. И впереди у нас еще достаточно времени схватка только началась. Смотрите, вот то, что 10 баллов уже разыграно. Будем ждать и смотреть, как схватку грузит, грузит постоянно. Захаров Андрей на зону его все постоянно грузит. Хочет проходы, да? Ищет. Да, ситуация обязывает его идти вперед, искать возможности для проведения своих атак. Ищет. Он ощущается и пока не позволяет сопернику написать свои активы в баллы. Ищет. 35 секунд остается бороться в первом периоде. И Андрей Захаров прижимает. Андрей Хапсагай, мастер спорта Республики Сахарев. 20 секунд остается. Андрей Захаров продолжает пытаться найти. Ищет. Магомед закрытый, да? Хорошую защищается. Здорово закрылся. Вот попытка у нас есть. И самое место есть. Он рискнул. Рискнул. Давай, давай, давай. Да, решился на эту попытку, но в итоге сам, да, вот крутил. Ну сам, вот уже 2 балла. Еще 4,8. Пользова Магомеда Даблет-Гириева. Магомед Даблет-Гириев. Ну вот. Ну, первый бросок сделал таким же. Да, ну, как говорится, видимо, раз на раз не приходится, да? Угу. Ну, в начале встречи очень красивый, конечно, бросок провел. И при счете 4,8 в пользу Магомеда Даблет-Гириева из Тампонского Улуса у нас сейчас возобновляется схватка. Второй период. Поехали. Стадия 1,8 финала. Победитель. Выйдет четвертьфинал. По программе второго соревновательного дня у нас схватки будут проходить до примерно 15-30. Затем на арене «Амма Олимп» начнется не менее интересное состязание в легкой атлетике. У нас сегодня ожидает эстафета. И вечером у нас в 18.00 начнутся финальные схватки вчерашних весовых категорий. Весах 57, 61, 70, 74, 86, 97 килограммов. Так что, дорогие друзья, вечером также наблюдайте, смотрите нашу телетрансляцию. Мы также будем работать в эфире. Ну что ж, тем временем у нас в этой схватке. Счет пока остается без изменений. 4,8. 5,6. Андрей у нас ищет. Да, но, как видим, пока безуспешно, да? Закрыто видят борьбу Магомеда. Удовлет Ереев. Надо что-то реализовывать уже. Уже пассивную борьбу показывает. Начинает Магомед. Уже начинает хоть уставать. Уже дали 30 секунд. Пассивную снова видев подвиг. И стройка начинает. Надо ему действовать. Бал будет по моему сопернику. Ну что ж, Айтал Захаров, Андрей Захаров. Продолжая. Пытаться найти свой момент. Магомед. Путин classic. Доработает балл. Папа WAG! Папа WAG! я думаю, да, стоит только рисковать Андрею. Ну, помним, да, как в начале встречи здорово бросок провел Андрей. И под конец первого периода пытался повторить этот прием, но не получилось и сейчас. Какой здесь, какой бросок получается у Магомеда Давлетгиреева. И за 17 секунд до конца этой схватки, стадия на восьмой финала, Магомед увеличивает, существенно увеличивает разницу в счете. И последние 15 секунд. Проходы хорошие вот этого Магомеда. И еще рискует и бросает Андрей. На сей раз получается. Мы сами остались тоже в этом положении. Да, конечно, раз засада Андрей, раз засада приседащий Белевский. Но это... В одной восьмой финала победа обижал Магомед Давлетгиреев и проигравший. В данном случае у нас победитель Магомеда Шевелев. На ковера приглашаются Федор Севцев, Гордный Улус, Георгий Крычки, Ангинский Улус. Магомед выходит в одну четвертую финала. В своей категории до 65 килограммов. И, дорогие друзья, сейчас на ковер у нас выйдут Петр Севцев из команды Горного Улуса и Георгий Кычкин. Ангинский, первая команда у нас, Ангинский. Итак, схватка начинается. Петр Севцев в красном трико и Георгий Крычкин, естественно, в синем. Призер первенства России Петр Севцев. У него результаты хорошие были. Сейчас работает старшим тренером в Горном Улусе. Тоже за свою команду уступает. Один из возрастных участников, по крайней мере, самый возрастной в этом весе, многоопытный Петр Севцев. Он, может сказать, принимает экзамен, да, у... Опыт или молодость, да? Да, у молодость. На ковре Акрикинчике, да, представитель команды Георгий Крычкин. Дмитрий Танцкобо, ЕГЭСХА. Мастера спорта, 98-го года рождения, очень молодой борец. Ну и посмотрим, чем завершится это противостояние опыта и энергии юности. У нас на табло по-прежнему горят нули. Ищет активную борьбу судьи. Сейчас кто будет показывать активную борьбу, то ему уже будет балл присуждаем. Выжидают оба спортсмена, вот. Да, уже знают. Изучили Петю. Ну и его песни в борьбе выросли, наверное, где-то. И продолжается у нас данная встреча. На восьмое финала и победитель этого противостояния встретится в четвертьфинале с Магомедом Давлетгириевым. Борцом из Тампонского Улуса. В следующей схватке мы увидим противостояние между Джулсханом Татоновым из Сунтарского Улуса и Дмитрием Тонским из команды ЕГЭСХА. Хороший захват взял. Очень осторожно ведут данную схватку. Ну, один балл дали, да, качку. И проходит Георгий еще раз. И прием делает. Так, разыграли баллы спортсмена на 100-2. Обратным приемом делал два балла. И остался. И один балл дали. Да, не согласна с решениями арбитра в углу Георгия Кычкина и челлендж Брусси. Давайте мы посмотрим тот же повтор и пытаемся разобраться. Здорово, конечно, прошел в ноги. И вот смотрим, что было дальше в замедленном действии. Вот обратный сделал Петр. Петр сделал обратный. И один балл дали нем. Да, у нас завершился первый период. И... На ковре бы весят до 79 килограммов поединок ведут. Короткий перерыв. В красном трико представитель команды Усть-Алданского Улуса Айцен Копырин. Его соперник в синем трико представитель команды Верхоянского Улуса Робер Сидоров. Секундирует Осип Михайлов. На ковре бы приготовиться борцам миссии. Чемпион России. До 125 килограммов Павлу Попову ЕГСХ, Никите Хабарову. Момский Усть. У нас выглянуло солнце, да. С утра был дождь. И погода. Становится все лучше и лучше. Жители и гости. На ковре мы приглашаем на стадион Олимп. Жилую. Его соперник в синем трико представитель команды Амбельского Улуса. Первая команда. Борцов, участников команды соревнований по вольной борьбе седьмых спортивных народов Республики Саха-Якутия. Ну, а для тех, у кого не представилась возможность приехать вам в ГУ, мы с большим удовольствием предлагаем нашу телетрансляцию. Начинаем второй период. Второй период. Посмотрим, как будут развиваться события. Тоже ждут. Второй. Ищет уже Куськин, уже начинает. Георгий Крычкин имеет, конечно же, в послуженном списке значительные победы, в том числе. Первый период у Мемориада Коркина. И на этих соревнованиях он начинает, да, только начинает штурмовать пьедестал. Это стадия 1-8 финала. Ищет, ищет, ищет. Красный, спасибо! Спасибо, Красный! Спасибо! Показываю тоже пятку. Устал уже чуть-чуть. Но обе ребята, они генерили много. Конечно, работают. В этом плане, конечно, да, есть определенные преимущества. Да, уже, конечно, ввиду возраста. Ну и остается у нас еще чуть больше минуты. Минуты уже остается. Ну и чем же завершится противостояние? Показывает. Показывает. А, юности. Так, у нас балл. Показывает. Приседается... Показывает. 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 искать очень активно работать но мы видим то что не забывать работать и георгий кучкин что вы доставки может придумать время уже играет в пользу георгия кучкина прекрасно понимает еще зарабатываю неспешно продолжил работать записал свой актив еще два балла и за 9 секунд до конца данной схватки счет у нас 72 пользу борца синим трико и георгий кучкин побеждает представители команды амгинского одержал первой команды амгинского георгий кучкин победу и выходит в четверть финал где встретиться георгий кучкин отправляет и готовится к следующим сейчас на ковер у нас выйдут джелус хан татонов защищающий цвета сунтарского улуса и против него на ковер выйдет дмитрий донской из команды егэсха студенты у нас егэсха итак начинается данная схватка это также стадия 1 8 финала джелус хан татонов сунтарский улус и дмитрий донской якутская государственная сельскохозяйственная академия павел попов егэсха никита хабаров вот и сразу начинает ребята сразу начинают борьбу насыщенно и татонов и за ралт на ковре б приготовится на ковре б приготовиться на ковре б приготовиться к монтикин и сейчас очень активно борьба у ребят теперь синий начинает грузить минуту отборолись от спортсмена и пока что у нас только одно результативное действие было выход за ковер до марта синю ищут движений достаточно будет что также немалое количество баллов будет развивана в этой схватке и борцы продемонстрируют скрометную на борьбу да и так джелус хан татонов нас занял центр ковра активную борьбу показывает здесь это тонус по юности боролся хорошо боролся чемпионом республики неогнократным стал установился по дальнем востоку выступал сейчас уже подает тоже хорошая надежда надежда уже подает 98 года рождения спортсмен соперника дмитрий донской он 95 возрождения и так у нас счет остается неизменным джелус хан татонов благодаря выходу за ковер продолжает лидировать вести в этой схватке с преимуществом в 1 бал 25 секунд остается до конца первого периода на такую счет шапки один только был любой может там взять и плюс еще один балл за пассивную борьбу вот дай становится 2-0 и завершается первый период 2-0 впереди представитель сунтарского улуса джелус хан татонов сейчас в борьбу да в игру вступает тренеры секунданты если возможно сейчас на крыму обратиться спортсменов своим борцам секунданты скажем декабре а весит до 65 килограммов поездки на татонов учится сейчас в училище импельского резерва джелус хан татонов его соперник си трико выступает якунской государственной сельскохозяйственной академии дмитрий дамской так возглавляется у нас данная схватка второй период на каврия третий весит до статус и митинграбов поединок минут в красном трико пришли команды якунской государственной сельскохозяйственной академии соревнований хороший захват донского улуса не реализовал ищет ищет ребята тоже на захвате борются больше начали динамики было значительно больше сейчас же борца выжидают и ищет захват для проведения а своей атаки ну и джелус хан татонов ну он активный бэтбук показывает да выглядит активнее на данном отрезке потихонечку потихонечку вот вел своего соперника в сторону то есть я пытался за пределы в сторону грани далее еще 30 секунд да еще 3 секунд далее да и по истечению этих 30 секунд если донской не приведет результативное действие то татонову будет присужден уже третий балл 2-0 в пользу джелус хана татонова из сунтарского улуса улуса и у нас да присуждается балл а татоновый счет становится 3-0 ну джелус хан татонов показывает активную борьбу все время грузить за ковер и дмитрия дольскому надо активнее сейчас работать времени стоит все меньше и меньше чуть больше 30 секунд да включаться ему надо уже искать сейчас уже только рисковать открытой борьбы искать вот уже начинает проходы вот этот захват хороший отсюда надо уже прием искать вот и попробую попытка не получилось да и завершается у нас время так из угла на ковре победу одержал донова донского у нас выброшен челлендж но на ковер приглашаются да арбитр обращают это внимание и по всей видимости сейчас в сути будут смотреть повтор да повтор на бросок хотят балуют на ковре пошли позовица федору иванову я думаю у нас тоже будет возможность да верно давайте смотреть в замедленном действии последние мгновения этой схватки которые вызвали вопросы в углу нет ничего здесь да и и результат остается без изменений победителя в схватке является Джилусхан Татонов он выходит в четверть в финал на ковера приглашаются Альхан Антонов Скилус Скилус Джилусхан Татонов становится третьим четвертьфиналистом и следующие схватки выявлены его соперник ну это схватки давайте мы посмотрим повторы очень чуть не реализован прием хороший прием про гейм почти если получилось быть 4 балла или 5 баллов можно было заработать да ну и у нас следующая схватка стадии 1-8 финала в своей категории до 65 килограммов Артем Амосов представляющий команду Усть-Алданского Улуса сейчас ведет борьбу против Альхана Антонова из команды Намского Улуса Амосов Артем молодой по детям Азии выступал у нас которые проходили в 16-м году проходили итак у нас нет еще результативных действий но что спортсмены находятся в поиске и возможности для проведения атакующих действий молодые молодые ребята проверяет уже старших да что касается возраста Артема Амосов представитель Ус-Алданского Улуса который вот у нас борется в красном треку он 2000 года рождения ну а Айхан Антонов 94-го да ищут 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 на 2 минуты в первом периоде спортсмены отборолись и у нас Баунт синему дали. Да, вот сейчас только был дан, а был открыт, да, на счет, скажем так. Ну, за активную борьбу. Маленькое, но все же преимущество. Мусов очень хорошо набрал в этом году. Уже со всеми наравне борется со взрослым. Сейчас уже молодежный, в возрастной категории борется. И уже выходит по взрослому. Ну, именно на таких соревнованиях, такого масштаба, да, вот и спортсмены получают опыт? Да, набираются опыты на таких соревнованиях, конечно. На ковре Б, в супертяжелом весе, до 125 килограммов, поединок ведут в красном треку. Действительно, прекрасная возможность для молодых спортсменов проявить себя. Набраться опыта на соревнованиях. На соревнованиях, на соревнованиях, поединок ведут в красном треку, предстоит команда Густь-Алдарского Угуса. Опытных спортсменов. Завершается первый период. Соберник в синем треку, для ведения команды Густь-Алдарского Угуса, Айхан Антонов. Айхан Антонов ведет у нас. Да, ведет Айхан Антонов. Он выступает за Намский Угуса. Сам с Нюрбинского там и начинал заниматься. У Иннокентиева Андрея. И сейчас выступает за Намский. Ну, а в свою очередь Артем Амосов представляет Усть-Алданский Угус. Победитель этой пары встретится в четверть-чинале с Джулсханом Татоновым. Итак, вторая трехминутка у нас начинается. И в последующие 180 секунд, по итогам последующих 180 секунд, узнаем победителя этой схватки, который выйдет. Вот, хороший проход у нас. Очень активно начинает Антонов и куда добрался до ноги. И нужно сейчас, конечно же, брать. Пока не оценили это действие у нас. Пока не оценили ничего и балл только зарабатывает. Лишь балл получилось заработать из этого положения. Но, во всяком случае, действительно, Антонов очень резво начал вторую трехминутку. Вот сейчас он попытается выбежать. Свободно забегает назад. И это мы попробуем. Из этого положения Антонов сейчас. Да, забирает свои два балла. И он укрепляет свое преимущество. Счет у нас 4-0. Идет накат 6-0. 6-0 уже снимает. И еще раз. 8-0. Ну и получится ли поставить точку? 10-0. Победа Айхана Антонова. 10-65 килограммов. Северно-пехническим преимуществом победу одержал Артем Апозоров. Густь Алтанский лус. Люди Айхан Антонов. На коверах приглашаются борцы 10-65 килограммов. На ковере Айхан Антонов бросился вперед и одержал очень красивую и убедительную победу. Таким образом, Айхан Антонов встретится в четвертьфинале с Джинусханом Татоновым из Сунтарского улоса. Ну а режиссер нашей телетрансляции. Затем от вашего внимания повторы прошедшей схватки Айхана с Артемом Амбосовым. Дорогие друзья, мы идем дальше. Продолжается схватка стадии 1-8 финала. Весовой категории до 65 килограммов. Перед вами на ковре борьбу ведут в красном трекор Андрей Сивцев из Мегин-Конгласского улоса. На ковре Б супертяжелый весе до 125 килограммов победу одержал Сергей Семенов. Андрей Сивцев является мастером спорта. На ковер был приглашается Федор Иванов, Джиганский улос, Виталий Тимофеев, Тахотский. Хороший прием взял. Ковер Ц. Завая категория до 125 килограммов. Продолжает работать. Старается развить. На ковре в центре готовится Владимиру Баженову, Хангалаский улос, Джиганский улос, Нирганский улос, Нирганский улос, Нирганский улос, Ковер Т. Два его и преимущество. Еще становится 4-0. Так, и что у нас будет дальше? Получится ли зафиксировать? Поднимает? Поднимает, да, судья поднимает. Поднимает борцов, и у нас схватка возобновится в центре ковра. Для тех, кто, может быть, только к нам присоединился, напомню, что утренняя, назовем так, да, утренняя часть соревнований продлится до 15.30. Ну, а во вчерашних весовых категориях финальные поединки, то есть схватки за золото и схватки за право зайти на третью ступень. А пьедестала подсчета у нас начнутся в 18.00. Так что, извиняйтесь к нам вечером. Те, кто в МГ, приглашаем на свежий воздух, на арену Амма-Алип. Ну, у нас, тем временем, Андрей Сивцев уже открылся, да, уже проходы делает уже. Улучшил положение свое. И счет 7-0, ну и продолжает работать, как мы видим. Да, он уже активную борьбу показывает уже. Ох, еще два балла зарабатывает он. Да, счет становится 9-0. Уже ведет. Для чистой победы только не хватает одного балла. Да, и... Ну, думаю, будет искать один балл. Чтобы чистую победу одержать. Ну, успеет ли оформить эту победу в первом периоде мы видим. Остается еще 33 секунды до конца первого отрезка. Ну, и Андрей Сивцев продолжает активно действовать очень активно. Хороший клейп, вот, здорово. Проход, хорошо. Проходит и сейчас, да. И все чисто. Ставит точку в господке Андрей Сивцев. На ковре А в 10 до 65 килограммах. Очень убедительная победа. Диану технические преимущества. Победу одержал Андрей Сивцев. Мигинок, Ангалаский, Лус. И таким образом представитель Мигинок, Ангалаский, Лус. Проходят четверчиналов. Его соперника будет выявлен по итогам следующей схватки. Ну, а пока Андрей Сивцев идет отдыхать и готовится четверчиналов. Слава Ефимову, Ангалаский, Лус. Христофор Хакапову, Бехайанский, Лус. Забегает. Проходят в ноги. Проходят хорошие клейки. Очень быстро. Ну, является мастером спорта Российской Федерации. И сейчас вот Валентина Маякунов из Нюрдминского улуса. И Станислав Дьячковский из города Якутск. Оба этих спортсменов будут оспаривать права. Красники встретятся с Андреем Сивцевым в четвертьфинале. Итак, Валентин Маякунов в красном трико. И, соответственно, Станислав Дьячковский в синем трико. Выход. Выход закрыл 1-0. Дьячковский повел в этой встрече 1-0. Станислав Дьячковский, 96-го года. На ковре Бэнк в супертяжелом весе до 120 кг в 1-8 финала. Поединок ведут в красном трико представитель команды Жигантского. Валентин Маякунов. Проходы показывают. И бросает у нас захватом. Хороший бросок, который следует снили в 4 балла. И есть возможность, чтобы поставить точку, досрочно завершить, но не получается. Не получается. Пускает такой хороший шанс. Действительно, была отличная возможность. Ну, соревнования по вольной борьбе. Я больше обращаюсь, конечно же, к телезрителям. Как бы заметили, у нас проходит на стадионе. На стадионе Амма-Алинд. Потрясающий новый объект, который построен специально для проведения 7-х спортивных игр народов в Республике Саха-Якутия. Арена вместимостью 3000 мест. И тут у нас проходит соревнование как по вольной борьбе, так еще и по легкой атлетике. Также вчера у нас прошли состязания по фитнес-аэробике. То есть арена, само собой, очень просторная, большая. И параллельно сразу несколько соревнований проходит. Сегодня, кстати, заключительный день состязания по легкой атлетике. У нас будет эстафета. Очень одна из самых, конечно же, зрелищных дисциплин. Ну, а мы, конечно же, сейчас в рамках данной телетрансляции фокусируем все свое внимание на вольной борьбе. Продолжаются схватки 1-8 финала. Хороший. Бросок такой хороший делает и сам остается. Так у нас на табло 4-5 в пользу Станислава Деячковского. И до конца 6-5 в пользу Маякунова. И 32 секунды до конца первого периода. И арбитру сейчас надо уточниться, да, со своими коллегами. Добросок смотрели. И он накрылся. И вот Деячковский. Сможет, да, вот попытаться, конечно же, из этого положения, да, взять свои баллы. 7-5. 7-5 уже становится еще. И у нас последние 10 секунд, первые трехминутки, арбитр поднимает борцов. Потом добиться встреча в центре ковра. И посмотрим, кто же нас ждет в оставшиеся 9 секунд. Стоит отметить вот этот раз. Станислава Деячковского смог он под самый занавес первого периода выйти вперед. И благодаря вот таким... Да, первый первый период. Счет 12. 12 тачков набрать. Суни на хороший счет. Для первого периода. Да. Активно борьба в Украине. Именно такие сладки радуют. Зрители, да. Да, зрителей, болельщиков. Это, естественно, конечно, хочется видеть побольше технических действий, побольше различных приемов, плитных бросков. Ну и как раз вот мы этот период увидим подборку. Именно вот один эпизод посмотрели, возобновляется. У нас схватка 1-8 финала. В своей категории до 65 килограммов. Дорогие друзья, перед вами красный треков Валентин Маякунов, представляющий Нюрбинский район. И против него борьбу ведет в синем треков Станислав Деячковский. Представляет он столичную команду сборную Якутска. Победитель выйдет в четверть финал и встретится с Андреем Сивцевым из Мегиноконглазского улуса. Два балла зарабатывает Валентин Маякунов. Валентин и продолжает работу в портере. И ищет. Счет 7-7. Выровнял положение. Хороший захват у него. Сейчас хороший захват. Если отсюда реализовать, то он может. И упускает. Такая возможность. Да. Стойка. И при счете 7-7 у нас возобновится расхватка. Подысали, что ли, ребята? Ну, активная борьба. Да. Ну, по качеству ведет Валентин у нас. Борис красный треков. Ну, 4-бальный бросок. Остается у нас 2 минуты до конца схватки. Попытка пройти в ногу, а мне вернулась с успехом. Дичковский проводит бросок. И судья оценивает на 2 балла. Таким образом счет становится 9-7. Уже 16 баллов разыграно. Преимущество, да, вот в счете, да, переходит то к одному спортсмену, то к другому. Очень скрометная, очень интересная борьба у нас проходит в рамках 1-8 финала между Валентином Маякуновым и Станиславом Дичковским. На кону выход в четверть финал. Очередная попытка прийти в ноги в исполнении Дичковского. Валентин защищается. Но вот сейчас 2 балла зарабатывает Дичковский, Станислав, и счет становится 11-7. Вот за минуту, да, получается, обеспечить преимущество. 4 балла. И еще. Еще 2 балла плюс. Ну, тут же отрыв больше у него. Да, комфортный отрыв. Отрыв и при счете 7-13 сейчас возобновится схватка и смотрим на секундомер 53 секунды. Ну, видим, да, ребята? Ну, 20 баллов в сумме. Да, 20 баллов разыграно. И хотелось бы продолжение, да, такой борьбы. Такой тенденции. Ух ты, бросок, 4 баллы. Ну, очень равная у нас борьба, очень конкурентная борьба у нас идет. Никто не хочет, да, вот далеко упускать своего соперника. Далеко вперед и 11-13-20 секунд. И очень интересная сейчас концовка. Интересная концовка, и сейчас 2 балла возьмет, только тогда уже. Итак, 20 секунд, уже меньше 20 секунд до конца встречи. Сейчас Валентин Маякунов, конечно же, будет идти вперед всеми силами, стараться вырвать победу. Ну, сейчас нет оценки, нет, 2 балла. 2 балла. И 15-11, ну и, по всей видимости, да, это победа Станислава Дьячковского, который представляет у нас на этих соревнованиях команду города Якутска. Ну что ж, очень прелечная схватка. Станислав Дьячковский, город Текутска. В сумме заработали, ребята. На ковера приглашаются Владислав Ефимов, Анталанский УЗ, Кристофор Канапов. Да, схватка, которая удовлетворит запросы практически любого любителя единоборств, в частности, вольной борьбы. И замедленном факторе, я думаю, успеем видеть лишь малую часть того, что спортсмены нам продемонстрировали в рамках этой схватки. Вот хорошие проходы. Станислав Дьячковский вышел победителем из этой схватки. И в четвертьфинале он встретится с Андреем Сивцевым из Мегина Конгласского Улуса. Ну что ж, дорогие друзья, нам остается выявить еще двух четвертьфиналистов в этой весовой категории. И сейчас на ковер вышли Владислав Ефимов из Хангласского Улуса и представитель сборной Верхоянского Улуса Христофор Потапов. Является мастером спорта Российской Федерации. И нас с вами ждет очень интересная борьба, которая в самом своем дебюте уже... Смотрите, как начинается, да, у нас схватка. Ефимов у нас... Счет становится 4-0, да? Да, 6-0. 6-0. 2 балла. Считается еще и... Ковер Потапову. 6-2. 8 баллов спелер разыграть. Резвое начало. У них, у ребят, такая борьба. Всегда такую борьбу показывают. Ну, являются они там призерами, чемпионами дальневосточных. Всероссийских стартов. Да, всероссийских стартов. Ну что ж, действительно, у нас спортсмены без раскачки, да, сразу? И такой проход, и еще обратный попался. Здорово, здорово вообще. Красиво. 8-2. Счет становится. Так, тут еще 2 балла Потапову. Так, и у нас впереди еще минута 20, да, и вот уже величное количество баллов массового. Разыгранный продолжает разыгрываться между дворцами. Сейчас на том, что будет счетом. 8-4. Партриди, партриди, делать, делать, делать надо. Счет у нас. 8-4. Ведет Ефимов. Бодислав. И минута до конца первого периода. И у нас продолжается активная борьба. Действительно, открытая у нас. Да, ребята открытую борьбу любят. Динамичная. На ковре Б в супертяжелом весе до 129 килограммов с явным техническим преимуществом победу одержал Баир Укоев, город Игутск. Тяжелой вес. На ковре Б приглашаются Прокопий Кирилль, Чарапчинский, Василий Афанасьев, Юргинский район. В коврах параллельно мы же сейчас сфокусированы на ковре А. На ковре Б приготовится Степану Гаврилову, Амгинский луз, первая команда, Гаврилу Михайлову, Султарский луз. На ковре А весовой категории до 65 килограммов поединок ведут в красный трекок. Представитель команды Харбалатского луза Владислав Ефимов. Его соперник в синий трекок, представитель команды Верховянского луза Христофор Потапов. Как говорится, футбол состоится в любую погоду. Соревнования у нас состоятся в любую погоду. В последние дни проведения спортивных игр в Англии у нас стоит прохладная погода. Не сказать, что холодная, но комфортная для спортсменов. Для спортсменов очень комфортная погода. Комфортная погода и вот иногда, да, периодично у нас идет дождь, периодически. Вот с утра был сильный дождь, но как раз таки ровно к началу, да, вот второго соревновательного дня по вольной борьбе дождь прекратился. И, конечно, даже если у нас так уж получится, что по ходу второго соревновательного дня не будет дождь, но он не помешает никак спортсменам. Да, у нас второй период тоже начинается без раскачки. Как мы видим, Христофор Потапов бросился вперед. Отлично. Провел подросовку. Так, 8-8 у нас счет. Ну, открытая борьба. На схватку судит судья всероссийской категории. Дмитрий Легер. Дмитрий Легер, Нюрингринский район. Ну, судейский коллектив у нас представлен значительным таким составом, многочисленным составом. Они, ровно как и спортсмены, также очень долго готовились к этим спортивным играм. Также опыт, да, тоже опыт работы на спортивных играх народов республики Саха-Якутия. Минута у нас прошла во втором периоде, минуты отборолись спортсмены. И у нас продолжается вот это вот очень... По последнюю броску у Потапова по качеству ведет у нас Потапа. Продолжается у нас... И еще проходила их. Так, у нас челлендж вылетает с угла Ванислава Ефимова. И тримлигер останавливает встречу. И сейчас представители судейского корпуса будут смотреть спорный эпизод в замедленном действии. Что сделаем и мы с вами. Давайте посмотрим и попробуем разобраться. Здесь, по моему оценку, два балла синего и один балл красного. Сейчас посмотрим, как решат. Да, сейчас у нас судьи смотрят повтор. Сейчас решат. Аркадий Николаевич Тесты. Да, главный судья соревнований. Главный судья соревнований. По вольной борьбе. Стоит над монитором и внимательно изучает. Видеозапись. С последним спорным моментом. По всей видимости, да, возвращается. Челлендж. Два балла дали. Да, по два балла. Спортсменов его схватка возобновляется. При счете 10-10. И полторы минуты до конца на схватке. Два еще балла. Еще два балла. Ну, еще два балла. Да, обратно. Да, очень. И еще. Еще два балла. Ну, просто, да, вот, я не знаю, вот. Ферия, да, у нас просто продолжает. Продолжает. По баллам, да? Да, по баллам. 14-12 и... Минута есть больше 50 секунд. Да, в отрыв два балла у нас ушел Владислав Ефимов. Ну, что ж, теперь очередь ходить. И проходит, и проходит. И зарабатывает. 14-14 уже. Так, и еще два балла. Еще два балла в суде, да? По крайней мере, в микроливе-то, да. Показал он. Ну, опасное положение. Если стойко не дают, и опасное положение. Да, и у нас... Последние пять секунд этой схватки. И... Да, победа... У нас Кристофора Потапова. Ну, просто потрясающая схватка. Просто невероятная... Да, бросков много, проходов. Но действий очень много. Чистую победу на душе одержал. Спадку у нас прошла. И... Да, и радует. Христофор, но у них год одинаковый. Честно. Допустим, мы всегда вместе боремся. Владислав Ефчиков, Кобяйский луз. Ну, в итоге это его стоящие питлы. И... ...за того... ...потапов будет в четвертьфинал. Четвертьфинал соревнований. И он будет ждать выявления своего соперника. А пока он готовится отдыхать на волны с вами после просмотра. Видя повторов, начнем. Перейдем к последней, заключительной схватке стадии 1-8 финала. Весовой категории до 65 килограммов. Выявлены у нас практически все пары. А четвертьфиналистов остается вот разыграть последнюю путевку в следующий раунд турнира. И разыграют эту путевку между собой Владислав Левчиков из Кобяйского улуса. И Владимир Флегонтов из Чуропчинского улуса. Также очень интересная схватка. Флегонтов, Владимир. Туда, в этом месте. Самый рейт-попел. Мастер спорта, в этом месте. Призер, да. Гран-при Иван Геридин. Прекрасно, как Владимир. Любит, умеет. Быстро проходить влоги на дистанции. Да, зрители любят. Владимир. Зрелищную борьбу. Зрелищную борьбу всегда хватает за стрелы. Да. И мы с вами, дорогие телепритики, надеемся, что остатки не станет исключения. И так, в дебюте. Так, один, который идет влоги, выписал свои все два балла. И в данный момент он ведет в этой встрече. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. И победитель этой встречи выйдет в сфер-финал и встретится с Вистафором Батабула из Верховского Улуса. На ковер мы приглашаются Степан Гаврилев, Алгинский луз, первая команда. Наверное, осталось на первой конца, на первой периоде. Ищет. На ковре мы приглашаются Илья Алексею Усть-Алганский луз, Алексею Сырованскому. Владислав Левчиков тоже периодически предпринимает попытки пройти в ноги. Но оба спортсмена очень внимательны. Экзамены принимает, пригод. Молодой. Да, Владислав Левчиков у нас парец 97-го года рождения. Один из самых молодых участников в этой весовой категории. И 30 секунд до конца первого периода Левчиков пытался пройти в ноги. На сей раз не получилось, и у нас меньше 20 секунд остается. Вот так же вот видим, да, Левчиков. Ищет Левчиков, ищет. Молодец он, молодой. Он все равно настигает. Хочет победу. Ну и решили достоять, да, последние секунды первого периода. И следующая первая минутка у нас расставит все точки надей. Мы узнаем Владислав Левчиков. Имя спортсмена, который выйдет в следующий раунд. У нас будет полностью сформирован состав четверть финалистов. И мы перейдем к другой весовой категории. Ну и давайте в перерыве мы озвучим. Магомед Давред-Галеев встретится с Георгием Кычкиным. Дилус Хранпатонов встретится с Айханом Антоновым. Андрей Сивцев сойдется со Станиславом Девичковским. И Христофор Потапов ждет своего соперника. Победитель этой пары встретится именно представитель Верховянского облуса. Второй период у нас стартовал. И давайте смотреть за тем как же у нас будут развиваться события в этом противостоянии. Владислав сразу начинает атаку. Хочет отыгрывать. Действительно Владислав Левчиков Владислава Левчикова обязывает счет и ситуация обязывает идти вперед. Конечно же нужно не забывать про атакующие навыки Владимира Флегонтова. Да, Владимир Флегонтова. Вот и пошел. Попытка и да проходит за спину и что с этой ситуацией делает Владимир забирает два балла. Забирает два балла, да. И счет уже становится четыре. Четыре-ноль. Четыре-ноль. Пользу Флегонтова. Поднимает борцов. И у нас схватка возобновится в центре ковра. Итак, времени еще достаточно. Владимир Флегонтов ведет в точном четыре-ноль. И Владиславу Левчикову. Ему надо искать, да, искать борьбу. Искать, рисковать. На полторы минуты. Да, у мастеров надо. Только искать борьбу. Ну, пробует. Молодец. Вот. Хочет выиграть. Ну, тут очень, чуть не опасно, да. И сам остался тоже. Да. И положил, да? Да. Владимир положил. Весовой категории до 65 килограммов. Искал, возможно, чем Борислав Левчиков. Честью помину на туше одержал. Проведение на своих технических действий, но в итоге попал в нашу шляп. И Владимир. На классе. Да. Подержал. Поймал. Какие шансы не упускает. На ковре А начинаются поединки в одной восьмой финала. Действительно, борец. Спортсмен такого уровня не прощает. Да, в таких ситуациях. Владимир Шлегонтов побеждает в этой схватке. И он выходит в четвертьфинал, где встретится с Христофором Потаповым из Верхоянского луса. Друзья, у нас приготовится Николай Николаев. Уявлены все участники четвертьфинала. Весовой категории до 65 килограммов среди мужчин. Ну и вашему вниманию мы предлагаем повторы прошедшей схватки между Владимиром Флегонтовым и Владиславом Левчиковым. Ну а мы переходим в весовой категории до 92 килограммов. Перед вами Иван Борисов, представляющий Мигиноконгласский. Улус он у нас в Красном треку. Его соперник Семен Амосов из Чуропчинского Улуса. Ну, как вы поняли, да, также одна восьмая финала. Начинается у нас состязание в весовой категории со схватки именно между этими спортсменами. Да, не ровесники тоже вместе боролись всегда. Сейчас посмотрим, кто выиграет. Хорошую борьбу, я думаю, будут показывать ребята. Вместе росли, вместе боролись и в финале спортивных играх тоже встретились, да. Судьба свела их на этом ковре, на этом этапе соревнований. Сейчас очень интересный статк. Убирают два балла Смоломосов и продолжает работать наркан. Пошел. Четыре балла уже есть на шестой. Получится ли пойти? Да. Шесть баллов, восемь баллов. Ну что ж, очень убедительная, да? Без шансов, так сказать. и два балла еще плюс дают. Да, это опасное положение держит, поэтому не останавливают. И Семен Амосов одерживает очень убедительную победу. Семен Амосов, Чурокчинский Лус. Представителя Чурокчинского Лууса. И по Пошелу, по новому звуку, друзья, выигран. Мы сами прекрасно поняли, что достаточное людей из Широкчинского Луса присутствует на трибунах. Соревнователь не активно поддерживает спортсменов. Семен Амосов одержав очень уверенную победу выходит в Чурокчин Ап. Сейчас мы приступим к просмотру следующей схватки, по итогам которой будет выявлен соперник Семена Амосова. И у нас сейчас на ковре Николай Николаев представляет Мвилюйский Лус. И выходит против него синем трико Александр Халыев Статинского Луса. Угу мастера спорта по национальной борьбе Ховца Гай. Много раз тоже встречались. Какая самокова. Семенера и ведения борьбы друг другу. Вольная и национальная уже другая. Посмотрим, кто по вольной выиграет. Вторая схватка 1-8 финала. Здесь до 92 килограммов 2-х килограммов. С какой мы начинаются? У них начинаются чисто по Ховцакаю начали ребята. оба чемпионы. портфельм Сахарин 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 Николаев в этом году , в прошлом году чемпионат. Оба спортсмена становились обладателями чемпионских поясов С вознаваемого промоушена, который у нас уже второй год ведет свою деятельность на территории республики Сахай-Кутя. Страивает замечательные турниры по национальной борьбе Хавсагаи, участниками которых становятся, конечно же, ведущие борцы республики. И не только приезжают, так и представители других стран. Мы продолжаем гадать за противостоянием. Артур Мастеров Хавсагаи. И у нас пока результативных действий нет. Как я об этом заговорил, сразу два балла. Николай Николаев записывает свой актив. Два балла. Ну, спокойненько-спокойненько начинали спорцы. И вот за минуту до конца первого периода у нас первые технические баллы разыграны. И они записаны в актив Николая Николаева. 40 секунд до конца первой трех минутки. Вот первая часть второго соревновательного дня по вольной борьбе у нас пройдет без перерыва до 3.30 дня. И хочет делать бросок, и сам остался тоже. Опять-таки, да, неудачно получилось. Два балла еще плюс дали за уход. За уход. И 6-0 у нас счет становится. Да, и за уход с ковра на мост. И сейчас по правилам ставят в партер. В партер ставят. На живот должен лежать. По правилам. Возобновляется встреча, но остается совсем мало времени в первом периоде. Завершается. Первая трех минутка. 6-0, да? Вот две не совсем удачные попытки. Поединок ведут в красном треху Евгений Алексеев Руссов. Да, две неуждачные попытки. Алексей Сыровянский, Хабяйский Русс. Сам подарил. Суку тяжелого веса до 125 килограммов. В одной восьмой финала. Сейчас у нас будет возможность увидеть еще раз, как же. О, ошибка. Первая ошибка. Суку тяжелого веса до 12 килограммов ведут в красном треху представитель команды Николаев Руссов. И вторая ошибка. Да, и вот еще последовал после этого. Почти сам подарил. 6 баллов. Ну и Николай Николаев в ожидании заработал 6 баллов. Да. Посмотрим, как Александр Халыев теперь будет стараться. Исправить ситуацию. А ты играться надо. Впереди целый период. И время играет в пользу Николая Николаева. Да, сейчас. Именно так. Николай Николаева, в принципе, спешить рваться вперед, конечно же. Не обязательно, да, как минимум. Посмотрим, как будет действовать. По ситуации, вот это, да, 4 балла. Ух, и дальше. Еще 4. Да. Последний накат. Последний накат считали или нет? Не считали. Да, видимо, нет. Это было по 6 баллов. И Халыев сейчас. Ведет уже, да, Халыев ведет. Выждал этот момент Александр и просто потрясающе он провел этот бросок и довел его еще и накатом. Потрясающе. Потрясающе отрелище. Тоже, как у него, что, 8 баллов. Да, да. Да, да. Очень интересная ситуация у нас. Это схватки. Схватка накалилась, да. Да, чисто тебя на напряжении, которое мы называем. А зоны, зоны, зоны. Да, в воздухе. Да, напряженка уже. Влетает напряженка у ребят. 7-6. Вперед, вот, перед нас. Первый раз встречаются, наверное, повольные они. Потому что, да, они много раз, наверное, встретились. Повольные первый раз. По принципиальной схватке. Чем по национальному. Открыть счет. Повольные, да? Уже повалять. Кто первый, откроет счет. Кто первый, победит, да? Кто-то уже запишет свою активу, победу. Узнаем по истечению вот оставшихся 55 секунд. 7-6 ведет Николаев Николай. Ищет, ищет. Меньше 40 секунд остается. Ну, Александр, надо работать уже. Александр, 20 секунд. Надо уже что-то делать уже. Да, надо решаться сейчас. Вот, пытается. 30-30 секунд. Работать, работать, работать надо. Александру. Успеет ли он? Ну, видимо, да. Не успел. Не успел. Ну, и, конечно, раздосадован Александр Халыев. Но, во всяком случае, схватка получилась очень интересной. Очень-очень интересной. И по итогам этого зрелищного противостояния победы празднует Николай Николаев. И именно он выходит на стадию 1-4 финала. И Николай Николаев в следующем раунде у нас встретится с Семеном Амносовым из Черопчинского улуса. Ну, и, благодаря вашему вниманию, повторы. Вот это хороший, да. Хорошо начал, догнал и в конце не смог. Закалил. Да, у нас в этой схватке объявили, что Павел берет. Павел Беретский, представитель Аймеконского улуса, был снят врачом. И таким образом победа у нас была пресуждена Антону Константинову, представителю горного улуса. И он, получается, тут был свободный, да, вот так как выходит в следующий раунд. Точнее, в четвертьфинал. И по справке сказали, что снят. На ковера приглашается Максим Шкулев. Беретский район, да. Ну, такое, да, тоже бывает. Белборьбой. Вот наш борец с Нирного. Ну, кстати, да, вот, выходит у нас представитель Мирненского района, Собанов-Чермян. И он встретится с Максимом Шкулевым из Тампонского улуса. Рэйхаля работает шахтером. Так, в орбитке возникли вопросы по атрибутике, да? Это браслет, видимо. Да, по-моему, браслет. Да, и нужно будет... На ковре Д, весовой категории до 65 килограммов поединок идут в красном треку. Представитель команды Якутской государственной сельскохозяйственной академии Юлиан Дикиниев. У нас условия соблюдены, и давайте начнем просмотр. Представитель команды Мирненского улуса Николай Спиридонов. Итак, стартовала у нас эта схватка. Продолжается у нас встреча одной восьмой финала. И победитель этого противостояния встретится с Антоном Константиновым из Горного улуса, который прошел в ворник-4 без борьбы. Такое иногда бывает, но этим же борцам, надо будет биться за право. Сейчас будем, да, смотреть и болеть. Ну, как вы можете охарактеризовать вот Чермина-Сабанова? В какой манере он обычно работает? Ну, вот Осетина в проходы. Он, когда тоже проходы хорошо делает, будем ждать. Ну, будем ждать, да, вот этих проходов в исполнении Сабанова. Пока же у нас продолжается вот эта разведка, да, уже дает. Разведка в бою. Балл зарабатывает. Ну, по предупреждениям дали уже. Да, прожидается один балл. Сабанова. Ну, очень насыщенная тоже борьба идет. Много вот передвижения, да, работы ногами. Вот и проход. Так, и тут сам в итоге улетел, да, и выход за ковер. Один балл рассуждается Максиму. Еще у нас один один и по качеству уже... Успел перевернуть, да, Максим успел перевернуть. По качеству ведет представитель тампонского вонуса Сабанов Чермен у нас 87-го года рождения. Кстати, у соперника 80-го года рождения. Ну что ж, темп у нас не снижается, да, по-прежнему много передвижений. И у нас стоит 55 секунд до конца. И 4 балла. Да, оцениваем. 4 балла свой актив записывает Чермен Сабанов. Не за 50 секунд до конца первого отрезка представитель Мирнинского района обеспечивает себе преимущество в 4 балла. Вот, здорово достаёт он спину и ещё 2 балла. Ещё 2 балла. И счёт у нас наносится 7-1. Существенные преимущества. На ковёр бы приглашаются Валерий Амандаров. Ну и видно, что подряд на преимущество Сабанов. Ну, продолжает работать. Да, он настигает, отрягает. Вот, показывает. На ковёр бы приготовился Александру Андрееву, Ангинский УЗ, первая команда. Айкабы Белоруссова, Вигенок, Аланский УЗ. Работать в защите стоит ему. Да, но для того, чтобы работать в периоде лучшего времени не осталось. Завершается первая трёхминутка. Спортсмены отправляются своим тренером и секундантом. Итак, счёт 7-1 в пользу Чельмена Сабанова и Сахаранда Мирненского района. Борец, который выиграет эту схватку, в финале встретится с Антоном Константиновым из Горного Аугуса. Ещё победу мы видели ранее. Ну и на повторе мы видим, как... Ну да, он с проходом взял, с проходом. Ну, очень хороший отряд, когда действительно провёл Чельмин, активно работал. 7-1, это да, для такой весы хороший счёт уже. Ну и вторая трёхминутка, посмотрим, будет ли столь активным Чельмин во втором периоде или же будет действовать по счёту. Ну, видим, да, тоже идёт вперёд, записывает очередные баллы в свой актив. Один балл за выход за ковёр и счёт становится 8-1. Продолжает наращивать своё преимущество Мирненский борец. Ну, а Максим Шкулёв пока продолжает выжидать и искать момент для подготовки и проведения своих технических действий. Что-то случилось. Да, вот эта травма старая мешает, по-моему. Да, не хотелось бы, чтобы случился рецидив или... Ну, так же будет, по-моему. Ну, действительно, да, вот это вот повреждение, да, беспокоит, беспокоит Максим Шкулёва. Ну, хотим оценивать, да, кажется, серьёзность ситуации, связанной с милой рукой. Да, и, видимо, решил, что... Лучше не стоит, да, продолжать? Лучше не стоит. Да, да. Таким образом у нас победу присуждается Чермену Сабанову, представителем Мирненского района. И он выходит в четвертый финал, где встретится с Антоном Константиновым. Принимает поздравления Чермен Сабанов, представителя Константина Юрия Юрьевича. И отправляется он отдыхать до следующей стадии нашего соревнования. Ну, и, давайте, на повторе... Моменты проход четырёхпальный. Очень динамичный борец, постоянно находится в движении, да? Да, ещё на осетинской борьбе. Вот такая прохода. Второй проход. Итак, мы идём дальше, дорогие друзья. Перед вами борьбу ведут Алексей Захаров, ещё один представитель команды хозяев. Он из второй команды Амгинского Улуса. И против него борьбу в синем трико ведёт Рустам Иннокентьев из команды Нюрбинского Улуса. Вот, хороший проход сделал Алексей Захаров. И нужно... Надо взрывать успех. Вот, есть накат. Переносить накатчик. Четыре раза надо накатить. Второй накат. Это хорошо делает Александр. Ещё посчитали, да? Да? Да, 8-0. Ещё один надо делать. Четвёртый. Здорово идут накаты у Захарова Алексея. И всё. Финишировал. Очень быстрая и зрелищная победа. Алексей Захаров. Здорово разобрался Алексей. По-хозяйски. По-хозяйски, да. Алексей Захаров, представитель второй команды. Стены помогает имуще для наката. Для заслуживания приглашаются Юрий Старостик. Верховецкий Улс. Стены и местная публика Алексей Захаров довольны. Этим выступлением отправляется и готовится четверть финала. Его соперник будет выявлен в следующей схватке. Ну а мы идем в Павлодор. Взрывных действий Алексея Захарова. Накаты. Да. Ряд накатов принесли ему победу в этой схватке. И выход в одну четвертую финала. Следующая схватка. Стадетный восьмой финала. Перед вами Юрий Старостин. Красный трико. Он присутствует в Верховянский Улос. И его соперником в этой схватке будет Василий Винокуров из команды Дамского Улоса. Как раз таки победитель данной встречи сойдется в 1-4 финала с Алексеем Захаровым. Ну, давайте смотреть. Ну, вот это хорошая схватка будет, я думаю. Юрий Старостин является она абсолютным чемпионом Республики Саха-Якутия. Он является многократным чемпионом Республики Саха-Якутия. Всероссийский международный. Он хорошо боролся. Сейчас за свою команду выступает. Республики Сахаровым. Республики Сахаровым. Украинский. И Василий Финокура. Намский. У него оба являются магазинами спорта Российской Федерации. Ну и ждем от борцов искрометной борьбы. полный зрелищных технических действий а посмотрим как пойдет данная встреча вася молодой присматривая присматриваться только думают и уже бал балла василию дали носили винокурова время весовой категории более активности виде килограмм первом периоде в одной четвертой финала поединок ведут в красном трико представитель команды амгинского улуса первая команда александр андреев его соперник в синим трико представитель команды меминок ангаласского улуса айтал белорюбский будут ждать до выжидаю до выжидающая борьба такая будет спокойная неразмеренная мало приемов да вот раздергивает обозначают меняют захваты ждут лучшего момента для попытки провести бросок ну и у нас завершается первая минутка весовой категории до 92 килограммов в одной восьмой финала поединок ведут в красном трико представитель команды амгинского улуса василий динокуров на ковре в весе до 65 килограммов победу одержал александр андреев англитский улус первая команда на ковер мы приглашаются пётр ксеноходков чурокчинский улус владимир воиновский верхний вилючский улус возобновляется у нас это схватка второе второй период давайте внимательно смотреть юрий старости в верхнем скиллус василий винокуров нам скиллус у нас еще один арк пульсов винокурова виду его более активной активной борьбы и нас первого отрезка у нас пока тоже начинает активную борьбу Василий винокуров у нас все таки случится взрыв да и взорвется у нас схватка активные действия начнутся предупреждения да и начали синим минуту отборолись спортсмены и видим то что и синим и синим и чтобы реализовал приемы или действия да в противном случае уже юрий старости будет ввести в этой схватке и к этому моменту уже останется всего лишь минуту минута до ситуация в корне изменилась теперь юрий старости уже ведет в этой схватке и Василию надо работать уже теперь да и остается или за ковром вытолкнут сейчас время играет в пользу юрий старости и так дорогие друзья 40 секунд счет в пользу юрия старости на посмотрим как Василий Юнкуров воспользуется оставшимся временем 25 секунд оборачивается да по времени весовой категории до 65 килограммов поединок ведут троста секунд осталось самое что этого правило в итоге еще конец Ну и все, время заканчивается, пытается за голову Василий Винокуров. Да, мог за ковер вытолкнуть простой. В одной восьмой финала победу одержал Юрий Старостин, Верхоянский Ус. В свою очередь Юрий Старостин. На ковера приглашается Павел Дорофеев, Субтан Слиус, Николай Алиси, Город Фигу. И представитель Верхоянского Уса выходит в четверть финал. В четверть финал соревнований среди мужчин весовой категории 92 килограммов. И давайте смотреть повторы проявившихся в схватке. Итак, Юрий Старостин в четверть финале встретится с Алексеем Захаровым из второй команды Орненгинского Улуса. Мы идем дальше, дорогие друзья, любители спорта. У нас предпоследняя схватка в стадии на восьмой финале в этом Орненгинском Улусе. Встречаются в рамках ее в красном треку Павел Дорофеев, представитель Сунтарского Улуса. И Николай Алексеев из команды города Якутска. Да, тоже соперники раньше боролись тоже вместе. И проход хороший, и сразу зарабатывает там, ну, и партери надо продолжить. Да, начало данной схватки осталось за Николаем Алексеевым в дебюте первого отрезка. Представитель столичной команды записывает свой актив. Два балла. Это действительно мог бы... Было возможно, да, чтобы продолжить, но... Да, продолжить еще было возможно. Не получилось. Ну что ж, схватка только началась. Посмотрим, чем же ответит у нас Павел Дорофеев. Грубо говоря, грубая борьба остановил. Да, просит убавить жесткость. Да, у нас солнце. Небо чистое. Да, небо чистое. И я думаю, вот... Даже дорожки чистить, наверное, не придется. Сами высохнут. От момента старта эстафеты. Еще раз напомню, что сегодня у нас заключительный соревновательный день. В этой атлетике. И... Будут также иметь интересные соревнования. Ну, что касается финальных схваток. Вольный борьбе в вчерашних всех категориях. У нас начнется 18-0. Ого, очень хороший проход сделал. Да, удваивается преимущество. Сейчас становится 4-0 пользу Николая Алексеева. Ну и... Задача Павла Дорофеева усложняется. Да, очень усложняется. Павла Дорофеева должен работать. И желательно начинать в первом периоде. Не оставлять всего на второй отрезок. Итак, видим, что остается 40 секунд бороться в первом трех минуте. 4-0 ведет Алексеев Николай. Вполне комфортное преимущество себе обеспечивал представитель столичной команды в первом периоде. И остается 15 секунд до конца первого периода. Да, Николай Алексеев контролирует ситуацию. Да, он контролирует. Как говорят, в футболе доигрывает матч. Он так же доиграл, да, в последние... Да, в последние секунды. В последние секунды. И у нас борцы отправились отдыхать. Причем 4-0 пользу Николая Алексеева. Ну и как эти обалы были заработаны. Мы видим замедленные действия. И зацепа с наружной стороны. И вот. Ну что ж. Один проход два раза делал. Да. И благодаря этим действиям он... Ведет схватку. Да, заходит во второй. Заходит во второй период. С преимуществом 4 балла. Итак. Посмотрим, как Павел Тарафеев воспользуется оставшимися тремя минутами. Да, ну уже 2,5 минуты остается. 4 балла. 4 балла. Это не тот счет, который... Нельзя отыграть, да? Это шапка-шапка. Шапка-счет там. Если бросил на 4 балла, то... Да. И меняется форму уже. Пальцы. Но этот бросок... Снижается, он берет все время. Бросок еще надо пронести. Итак, минуту во втором периоде. Отборолись и опять-таки вот, да? Опять-таки, да, повторяет тоже такой проход. Вот. Николай Алексеев делает счет 6-0 в свою пользу и продолжает. Тут можно еще записать свой актив на очередные баллы. Ну и потихоньку-потихоньку, не спеша, да, вот заодно потратив время, выводит соперника за пределы ковра, записывает 7-7 балл. Ну, это грамотно сделал, молодец, да. Прекрасно понимаешь, что остается там в районе полутора минут. Почему бы не заработать балл... Еще плюс один балл, да? Да, попутно вот потратив время, да? Итак, чуть больше минуты остается. У нас трико, представитель команды города Игутска, ММИ Игутов. Его соперник в синем трико, представитель команды среднепродажского УСА Юггут Третьяков. Ноль баллов, и вот мы видим, пытается что-нибудь, да, сделать, что-нибудь придумать. Но пока Алексей Николаев, Алексеев Николаев внимателен, да. Держит он, контролирует схватку, он хорошо контролирует схватку. Он действует, хорошо балл. Он удивляет, что, ну, пятна чемпиона приземленность. И Николай Алексеев продолжает успешно удерживать победы для него счет, и более того, да, сам еще и зарабатывает. Продолжает укреплять преимущество. За 23 секунды до конца встречи счет становится 8-0. Его пользуют уже Дорофеев отчаянно. Идет вперед. 15 секунд. Да, будет контролировать, наверное, все его. Таких больших изменений. По-моему, по-моему, не смеется сделать уже. Ну, разве что размочить, да, в счет. Но и для этого не осталось времени. И Николай Алексеев побеждает по 3-2 кг и выходит четверть финал. Поздравляем представителя сборной команды города Якутска. Поздравление от собравшихся любителей спорта, представителей своей команды. И отправляются готовиться к следующей схватке. Соперник по четверть финалу, да, вот, Николай Алексеев, будет выявлен прямо сейчас. И это у нас, дорогие друзья, заключительная схватка в одной восьмой финала этой весовой категории. Встречается Харасхан Николаев из верхней Вильюнского Улуса и Александр Ларионов. Синий трико защищает цвета Анкинского Улуса. Выступает лица команды, первой команды своего Улуса. Итак, Харасхан Николаев, Александр Ларионов. Первый период, поехали. Ну, на 10 лет разница у ребят. Молодой у нас Николаев Харасхан, творец красный трико. Харасхан 2000 года, и Александр Ларионов 90-го года рождения. Ну, посмотрим. Студент первого курса, да? Получается, да. Ларионов Александр, да, мастером спорта по национальному. Итак, после этой встречи у нас будет сформирован, будет полностью сформирован список участников четверть финала. И давайте наблюдать внимательно за ходом этой встречи. Здорово. Дальше работает. Здорово. Еще два балла. Счет становится 4-0. В пользу Ларионов. Сегодня вечером на этих же коврах пройдут финалы, дорогие друзья. Еще раз проананализирую для тех, кто, может быть, только присоединился к нам. Сегодня в 18.00 в прямом эфире мы будем показывать финальные поединки. Спадки за золотые и бронзовые медали. В весовых категориях до 57, 61, 70, 74 и 86, 97 килограммов. Дорогие друзья, присоединились на вечер. И с проходом взял Ларионов. Еще два балла зарабатывает. Да, еще становится 6-0. Да, уже разрыв большой такой 6-0. Да, еще есть минута. Минута до конца первого периода. И Александр Ларионов продолжает лидировать. Вести в этой схватке. Опускает. Вот и проходит. Здорово, да? В дальней дистанции. Очень быстро прошел Александр. И очередные два балла заработал. Ну и дело близится к тому, что представитель английской команды может досрочно победить в этой схватке. Все идет именно к этому. Ну, вопрос в том, что будет ли оформлена эта победа. Да, еще два балла выписывает свой фип Александр Ларионов. И он досрочно одерживает победу в этой схватке. И выходит в четверчий нау. На весовой категории до 92-х килограммов. 1-й команды. Да, сейчас там выполнен его однолу. Да, он отправляется отдыхать. Но в четверченнаде действительно светится с Николаем Алексеевым. Олеговский минус. Итак, мы возвращаемся в весовой категории до 51 килограмма. Это у нас юноши, соревнования юношек. Мы посмотрели схватки 1-8 финала, ну а сейчас приступаем к четверть финала. Встречаются у нас Александр Корякин из Оленёкского конуса и Андриан Жиркотов из Татинского конуса. Идет у нас борьба за выход в полуфинал. А если выиграют уже в полуфинале, они... Это 1-4 идет. И с проходом, да, зарабатывает Андриан. 2 балла. Да, у нас время можно, да, включить. Ну и напоминаем о том, что у нас юноши борются по 2 минуты в периоде. Из которых у нас вот... Чуть больше минуты, да, в первом отрезке. Минуты, да, остальные. Да, вот на табло наконец появилось изображение 2 баллов, да, которые вот Андриан заработал. Ну и меньше 50 секунд остается и со счетом 2-0 у нас ведет Андриан Жиркотов из Татинского улуса. В предыдущей схватке Андриан выиграл у Владислава Спиридонова из Верхневилюйского улуса. Ну а Александр Корякин оказался сильнее Дмитрия Ефимова из Густьянского улуса. Ну и сейчас один из них продолжит, по итогам этой схватки, да, продолжит восхождение по турнирной сетке и сделает очень важный шаг к главной цели полуфинала. Вот хороший захват у Харякина. Нужно что-то делать. Но время не важно. И все. Да, отправляются спортсмены на 30-секундный перерыв. Счет 2-0 в пользу Андриана Жиркотова. Ну и сейчас. Взгляд со стороны. Ну, такой захват был хороший. Времени чуть не хватило. Такой захват можно было приемы, бедро, проход. Много приемов можно реализовать. Ну, один раз попробовал, да, потянуть не получилось. Ну и там уже времени не оставалось. Сейчас уже, наверное, будет лучше работать, думаю. Да. Сейчас уже финальные схватки, уже напряжение больше. Чем ближе финал, тем напряжение больше уже. Все не хотят ошибку делать из-за маленькой ошибки такой. Потерять, да, медаль. Золотую. Да. Всем удачи ты проходишь в стандартной сетке. Тем больше цена ошибок. Ну и вот. Сейчас Андриан. Старается извлечь максимальную выгоду из этой ситуации. И еще на накат пойдет Андриан. Да, уже восемь. Еще, да. Восемь в ноль становится. И, согласитесь, дорогие друзья, это уже серьезное преимущество. Хорошая заявка на победу Валерия Слатки, учитывая то, что остается у нас. Ну да, уже минута осталась почти. Чистую победу на душе одержал Никита Прохоров. Ну и Александру Корякину надо работать. Старается что-то ищет. Ну вот, забирает два балла и надо продолжить. Ну и сейчас, да, в принципе, сделает три наката, да? Да, ну, тяжело. Наверное, не смог. Да, счет 2-8. Чистую победу. Это было больше 40 секунд только осталось. А вот еще. Сунула на лапочку. А, ну, не старайся, тебе же. Там же времени мало. Контролирует Андреан. итак 18 секунд так это очень четыре и два балла так боковой два два балла до обменялись баллы баллами да в конце встречи у нас дабло фиксирует итоговый счет 10 4 пользу андриана жирготова и андриан жирготов выходит в полуфинал соревнований в этом весе категории до 51 килограмма соревнований с юношей и вы только что узнали имя первого полуфиналиста риан жирготов татицкий улус молодцы уже один шаг сделали до финала пьедесталу почета да и так следующая встреча то четвертое финала в этой же весовой категории амерхон иванов истопонского улуса и василий асугастах у солдат хилос я думаю вы уже поняли да дорогие друзья победитель этой пары выходит на андриана жирготова в предыдущей встрече амерхон амерхон иванов оказался сильнее тараса еремеева асугастах на выиграл у родиона васильева из-за хангалатского улуса хороший проход с внутренней ноги иванова уже 5 баллов еще стремительно наращивается преимущество хороший прием не вы еще 9 это было пока у нас еще 50 до 90 на одного балла не хватит сейчас видимо амерхон иванов в селе до конца будет данных подправа существует не считали последний последняя стала здесь без оценки и 9 4 до сократил отставания общения силе цена есть на до конца работает что конечно ты можешь угнать вода нет можно уже 9 4 до 5 баллов еще нужно и завершается первый период ищете девять четыре казалось бы да что на верх он иванов до коньянами тоже в категории 51 потому что близок представитель тампонского улуса досрочная победе и что повлияет на психологическое состояние василия сагастаха но нет василий даже не думал сдаваться до конца делать прием налоги в этом эпизоде чуть ли не 6 баллов до заработал сильно на темного больше из баллов но в активе итогом первого периода 44 балла и при счете 9 4 у нас начинается 2 2 балла 2 балла далее странно упали до сейчас мы вместе с судьями будем смотреть видео повтор так а василий сам и ну да говорит не нужен просмотр сохранить и у нас возобновляется охватка остается минуты 20 секунд можно что-то поменять и получается да получается два балла зарабатывает василий асагастах не надо хорошо еще еще попробуй да становится очень интересно и друзья можно еще вот здорово 10 11 уже еще ситуация совсем другая уже до 1 какой разрыв был в счете и василий 13 10 и есть еще 22 секунды должен должен так догнать и надо выиграть во всяком случае да в любом случае надо до конца идти все равно столько баллов отыграть молодец василий продолжает бороться так у нас со временем и сразу челлендж выбрасывается синего угла василий асагастаха но через будут смотреть так но на этот раз да будут смотреть но мне показалось что там время уже даже не закончилось 5 секунд 4 3 2 есть при то да да сейчас будут решать до главных главных судья там посмотрит и решит на то время осталось дождемся оглашение решения судейской коллегии мы видим судейский коллектив ознакомляется с видеоповтором данного эпизода и челлендж смотрит совсем скоро нам объявят о своем решении ну а спортсменам остается вот ждать туда ждать и ждать на коври это приготовиться и какие моменты уже много да и рисунок это не суток да сегодня очень много таких моментов на последних секундах уже 3 или 4 это на последних секунд каким не был бы исход этой схватки в любом случае стоит дать должное василия василия сагастаху побеждает а мир ход по силе сагастаха молодец парень и вот бойцовские качества но все же не хватило до поздравляем мы представителя тампонского улуса на коврия приготовиться до него сливонов в полуфинале колоний сойдет с таким образом субрианом жир готовым из татинского улуса и повтор но действительно да василий вот это хорошая наката обратно сделал до конца надо есть до конца покрыть его это уже плюс еще два балла на коврике высовой категории до 79 килограмм а так и у нас финала победу одержал олег чернов финал тампонский район следующий на коверку приглашается егор на фоткин из-за верхоянского улуса и тоже егор но я в лоске из чуропчинского улуса противостояния егоров на коврике граница алексею захарову чуропчинский из-за 51 килограмма и так челлендж после прошедшей схватки возвращен на место и стартует будет сразу такую ищет сразу него атакующие вот все время проходы делать и в лапске итак у нас активность активность судьи сейчас нужно показывать красным теперь красный работает и половину а первого периода у нас спортсмена отборолись и давайте нас ждать за происходящим 30 секунд далее синем до 30 секунд активности егуру яблокому нужно хорошо вышел до вложен вот это его борьба и в лоскану это у него такая бойко завязывая ногами руками так мы и закали основе не получилось до поднимает три лигер борцов и при счете от 2-0 центра ковра нас возобновляется схватка на принципе на принципиальных схватках работы дмитрий лигер на самых главных как почти финала до соревновательном дне получается именно так и напоминаем вам о том что это четверть финал егор находкин в предыдущие схватки на стаде на восьмой финала выиграл у айтала громова из-за михонского луса то и четыре балла хороший период выходит вперед егор находкин 42 и за 6 секунд до конца первого периода до вот футболе говорят гол в раздевалку до ушел на перерыв с комфортным преимуществом не сказать что это прямо большое преимущество да но согласитесь лучше уйти на ковре 4 4 конечно это уже хорошо его заперлилась и не трехов представитель команды егор ябловский телеэкранах егор ябловский в предыдущем раунде на стадии на восьмой финала одержал победу над юлианом григорьевым из сантарского улуса сейчас у нас до продолжится оспаривание путевки в полуфинал и так у нас тезки егор находкин из верхоинского улуса и егор ябловский из чуропчинского улуса последний период до начинает борьбу втором заключительном отрезке 4 2 пользу находки на хороший проход хороший проход сделал надо реализовывать до 2 балла 4 4 но по качеству у нас ведет находку 4 у него четырёбальный бросок ну и поднимает арбитр спортсменов эти 4 4 возобновляется противостояние ну и здорово да он завершил Стоило вот сделать все одно удачное действие, поймать на крест и просто дальше делать техники. Вот уже первым периодом вот так должен был. Ну и Егор Явловский очень убедительную победу одержал во втором. В этом периоде он выходит в полуфинал в этой весовой категории, подправляем Егора. Сделан еще один шаг к педесталу почета седьмых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Егор Явловский отправляется готовиться к четвертьфиналу и сейчас к полуфиналу конечно. А сейчас вот как раз таки у нас состоится последняя схватка в рамках одной четвертой финала весовой категории до 51 килограмма. Последнюю путевку в одну вторую у нас разыграет Данил Васильев. Вот он на ваших телеэкранах. Борец из Мигина-Кангласского Улуса. Противостоять ему будет Николай Охлопков из команды города Якутска. Данил Васильев на стадии 1-8 финала надержал победу над Джулусом Харлампьевым из команды Билюйского Улуса. Ну а что касается Николая Охлопкова, он оказался сильнее Яна Васильева из Нюрбинского Улуса. Итак, для обоих борцов это вторая встреча. И по итогам этой схватки у одного из них в активе будет уже первое поражение, а второй отправится в полуфинал, где встретится с Егором Явловским из Сюропчинского Улуса. Ну, давайте смотреть. Начинают ребята тоже сразу, да? Контролируют. Без ошибок хотят бороться. Ищут. Вот. Попытка хорошая. Иннатора. Работать дальше. Два балла. Партии надо реализовывать. Поднимает арбитр борцов. В этом эпизоде Николай Охлопков заработал два балла. Накат не получился. И у нас схватка продолжается. 45 секунд до конца первого периода. Напоминаем, что у нас юноша борется по две минуты в периоде. Мвафи. Здорово. Проходи в ноги. И... Да, еще два балла. Еще два балла. Остался. счет 8 до 80 серьезное преимущество или еще 4 так у нас счет того стал 60 и последнее действие на ковре 8 по всей видимости поединок ведут в красном трехо представитель команды до 8 8 8 8 0 и николай ахлопков представители гордый улуз весовой категории до 7 9 1 тоже будем надеяться хорошую да вот как раз и в этой же весовой категории василий асагастах вступает 9 практически догнал верхуна иванова ну что ж посмотрим что будет в этой схватке покажется что 80 николай ахлопков видео уверенно ведет в этой встрече посмотрим что предложит даниил васильев начинает начинается отыгрываться и для начала 4 балла уже есть будет ли продолжение в этой атаки подняли и и при счете 4 8 у нас борцы продолжают бороться в спортсмен продолжает бороться и 55 секунд остается до конца встречи ну и данил васильев продолжит конечно же искать возможности для проведения технических действий на 2 балла хорошие проходы делает даниил васильев на продолжая как еще все на или 12 4 мне кажется 14 но пока на табло до 12 4 но да вот меняется 14 4 и победу у нас в этой четверть финальной схватке одержал николай ахлопков определились да у нас весе 51 килограммов полуфиналисты таким образом полуфинале весовой категории до 51 килограмма встретятся андреан жир готов вы из-за татинского улуса и амерхон иванов из-за тампонского улуса во втором полуфинале у нас сойдутся егор явловский из чуропчинского улуса и николая хлопков из якутска архип аргунов и елеан сильвестров начинают схватку и давайте мы обратим все наше внимание на этот ковер весовая категория до 80 килограммов соревнования среди юношей и это первый четверть финал но тут отметим что архип аргунов первом круге на 100 лет до 8 финала был свободен так что для него это первая с первая схватка на этих состязаниях юриана сильвестров светили команды и на конгласского улуса своей первой встречи выиграл у руслана осипова защищающего цвета намского улуса и так проходы вот тут вот прямой прямой хороший проход сделал и накат да и вот этот прием хороший успеет положить должен положить до всеми силами конечно архип аргунов сопротивляется но или от сильвестров конечно же хочет поставить срочную точку и у него получается и так юлиан сильвестров становится первым полуфиналистом в этой весовой категории поздравляем на представителя сборной мегина конгласского улуса не смог да ничего противопоставить архип аргунов из-за нюрбинского улуса дорогие телезрители сейчас мы представляем вашему вниманию подборку самых ярких моментов второго соревновательного дня вернее утренней программы второго соревновательного дня по вольной борьбе дорогие телезрителям пришло время прощаться но я хочу проанонсировать вечером 18.00 мы вновь выйдем в эфир 18.00 и мы покажем вам финальные поединки весов в категориях до 57 61 70 74 86 97 килограмм данные борцы выступающие в этих весах соревнования начали еще вчера и сегодня мы узнаем имена первых обладателей золотых и бронзовых и серебряных наград по вольной борьбе так что дорогие друзья 18.00 присоединяйтесь к нам включайте нашу телетрансляцию ну а мы с вами на этом прощаемся с вами вольную борьбу смотрели Власий Сергеев и старший тренер по вольной борьбе команды Ленинского района Василий Харякин до скорой встречи в серии дорогие друзья до скорой встречи в серии